И Лаура быстро подсчитала, на данный момент я не могу купить слишком много, у нас уже есть поставщик, с которым мы сотрудничаем в течение длительного времени, так что я должна сделать некоторые приготовления, прежде чем мы сможем работать с вами. Как насчет того, что я пошлю кого-нибудь забрать один джин магической редьки через три дня, только один джин, повторил Джа и нахмурился, эта цифра была слишком низкой, так как соответствовала всего пяти тысячам кэти, Лаура увидев, что Джа охмурится, подумала, что сейчас у него нет достаточного количества редиски, это количество слишком большое для вас, мистер Джа, но Джа криво улыбнувшись ответил, вы не так меня поняли, мисс Лаура, все наоборот это число слишком маленькое. Поэтому я хочу узнать, сколько магической редьки все ваших магазины покупают за месяц, Лаура замерла на мгновение, а потом ее глаза засияли, если мы говорим о всех магазинах, которыми я руковожу в герцогстве Персил, то мы покупаем около 400 тысяч кэти магической редиски в месяц, если вы сможете представить магическую редьку такого же высокого качества, то я буду покупать ее по 60 медных монет за кэти, вы довольны, господин Джа? Джа кивнул, я очень доволен этой сделкой и могу заверить вас, мисс Лаура, что если вам понадобится 400 тысяч кэти в месяц, то я смогу их полностью обеспечить, при этом каждая из магических редисок будет такого же высокого качества, просто убедитесь, что у вас достаточно денег, чтобы купить их. Лаура никак не могла поверить в услышанные, поэтому она быстро спросила, вы должно быть шутите, мистер Джа, 400 тысяч кэти в месяц это ведь очень и очень много, будьте уверены, мисс Лаура, я не шутил говоря о долгосрочном сотрудничестве. Сказал Джа, если хотите, то вы уже можете забрать 400 тысяч кэти по цене, которую вы упомянули. Лаура продолжая говорить выглядела очень взволнованной, договорились, через три дня, я пришлю кого-нибудь забрать вашу магическую редьку и отдать деньги. Джа улыбнулся. Не нужно так спешить, мисс Лаура, на самом деле, есть еще одна сделка, которую я хочу заключить с вами, вы же занимаетесь продажей масляных плодов, услышав эти слова Лаура удивилась, но все же кивнула, естественно мы этим занимаемся, фруктовое масло является одним из наиболее распространенных товаров на континенте, и оно всегда пользуется большим спросом. Господин Джа, неужели вы, имея возможность получить столь большую сумму денег на реализации магической редьки, также занимаетесь продажей фруктового масла, Джа покачал головой, пока нет, на этот раз я просто хочу попросить мисс Лауру об одолжении, не могли бы ли вы, забирая магическую редиску, доставить сюда пресс для масло-фруктов, у меня есть большое количество масло-фруктов, но я не могу отжать из них масло. Лаура и Кун увидели проблеск понимания в глазах друг друга, все дело в том, что никто всерьез не занимался выращиванием масляных фруктов, поэтому большинство из них были собраны в дикой природе. Причина почему так сложилось заключалась в том, что у простолюдинов было не так уж много плодовитой земли, чтобы выращивать масляные деревья, а знать не хотела заниматься столь малоприбыльным делом. Глядя на них, Джа спросил, с моей просьбой возникнут какие-то сложности, мисс Лаура, Лаура встревожилась, но потом быстро придя в себя сказала, нет, с этим не возникнет никаких проблем, просто скажите, какой пресс вам нужен, ветер, вода или животные, прим. Ветер, вода или животные кто не понял имеется в виду движущая сила данного механизма, Джа удивился на мгновение, так как он действительно не знал, что существует несколько видов пресса для давки масла. А чем они отличаются? Если в вашем распоряжении есть свободная большая площадь, то лучшим выбором является ветряный пресс, если же вы находитесь возле реки, то водный. Ну а если у вас нет ни первого, ни второго, то можно использовать животных. Джа кивнул и сразу же подумал о черной пустоши. Она была очень просторной и открытой, так что силы ветра скорее всего будет достаточно. К тому же возле замка находился ров с проточной водой, поэтому водный пресс они тоже могли использовать. И конечно же животные для третьего пресса у него были. Ведь Джа располагал целой армией звериной нежити, что никогда не устает и может работать как машина. Поэтому ему подходил любой из трех вариантов. Но подумав об этом, Джа отбросил прессы работающие на силе ветра и воды. Черная пустошь по-прежнему оставалась опасной. Вы никогда не сможете предугадать следующий прорыв нежити из гнилой топи. Замок на Железной горе все еще не имел оборонительных возможностей. Поэтому даже если они построят ветреный или водный пресс, то он будет попросту уничтожен. Выяснив это, Джа повернулся к Лауре и спросил. Вы разбираетесь в этих трех видах масляных прессов лучше, чем я. Скажите насколько пресс на животной силе прост в обращении? В этот раз Лаура ничего не сказала, а просто посмотрела на Куна. Очевидно, он знал значительно больше о таких вещах, чем она. Из этих трех типов лучше всего работает пресс на силе воды. Ветряные прессы почти так же хороши. Но пресс на животной силе самый худший. Поскольку в первых двух случаях вы сможете получить большие объемы выдавленного масла. И лишь немного при использовании третьего типа. Однако, такие прессы значительно проще в эксплуатации и транспортировке. Вернее вежливо сказал Кун. Глава 121. Сотрудничество. Часть 3. Джа кивнул. Мистер Кун, а знаете ли вы, сколько масла я мог бы получать за сутки, используя пресс на животной силе? В целом, эта машина может производить около одного джи масла в день. Но при условии, что она будет работает круглосуточно. Этот объем масла довольно-таки не низкий. Скажите, а вы знаете цены на этот вид прессов? На что, Кун сразу же ответил. Не очень дорого. Сейчас около 100 золотых монет. Поскольку данный тип можно использовать только для выдавливания орехового масла или фруктового масла. И если он будет стоить слишком дорого, никто не станет покупать его. Джа кивнул, а затем повернулся к Лауре и спросил. Мисс Лаура, когда отправите людей забрать магическую редьку, пожалуйста, отправьте мне 5 прессов для отжима масла. Хорошо, как скажете. Пожалуйста, будьте уверены, мистер Джа, мы доставим вам 5 таких машин как можно скорее. Мисс Лаура, вы слишком добры. Просто вычтите деньги из платы за магическую редиску, сказал Джа. Теперь мы союзники и должны сотрудничать друг с другом. Если я могу чем-то помочь, мисс Лаура, тогда просто скажите и я сделаю это. Спасибо, мистер Джа. Пожалуйста, будьте уверены, что все будет сделано в течение трех дней. Я вам это гарантирую. Джа улыбнулся, а потом повернулся к Грину. Я полагаю, что должен дать мисс Лауре небольшой подарок, поэтому подготовь для транспортировки немного огненной рыбы. А затем он снова обратился к Лауре. Я вижу, что вам нравится огненная рыба. К сожалению, на данный момент у меня ее не так уж много, но я хочу преподнесение нескольких рыбок в качестве подарка вам, мисс Лаура. И надеюсь, что вы примете его. Лаура не хотела отказываться от такого подарка, ведь даже несколько огненных рыбок стоят довольно много. К тому же, если она будет слишком вежливой, ее могут принять за лицемерку. Спасибо, мистер Джа. Честно говоря, я действительно очень люблю огненных рыбок, ведь они такие вкусные. Всегда пожалуйста, мисс Лаура улыбнулся Джа, а затем сказал. Но прежде чем вы уйдете, я хочу спросить еще об одной вещи. Ведете ли вы дела на рынке голубоглазых кроликов? Услышав его вопрос, Лаура удивилась, но практически сразу же вспомнила, что некоторое время назад Джа купил 300 голубоглазых кроликов, поэтому она не могла не нахмуриться. Я действительно не вела никакого бизнеса, связанного с голубоглазыми кроликами, но у меня есть некоторые контакты с несколькими предприятиями по переработке мяса. Поэтому если хотите, я могу разузнать все, что вам нужно, мистер Джа. Джа кивнул. Извините, что беспокою вас, мисс Лаура. Я пытаюсь создать программу разведения животных, при использовании которой даже обычные люди смогут позволить себе мясо, такое как, например, у голубоглазых кроликов, длинношерстных свинок, бесчешуйчатых рыб и тому подобное. Но сейчас у меня есть только голубоглазые кролики, поэтому я хочу, чтобы вы, мисс Лаура, пока сосредоточились именно на них. С этим не будет никаких проблем. Я сразу оповещу мои контакты об этом. Похоже, что у вас, мистер Джа, есть множество различных товаров. Так что компании марки теперь придется увеличить количество своих проектов. На континенте Арк было много мясоперерабатывающих предприятий, что занимались изготовлением колбасных изделий или консервов. И если первую продукцию могли себе позволить только дворяне и богатые торговцы, то консервы обычно ели простолюдины и армейские подразделения. Лаура вела дела с несколькими из этих мясокомбинатов. Ее магазины продавали консервы и колбасные изделия, поэтому, естественно, что она знала некоторых людей из этих предприятий. Так будет лучше всего, сказал Джа. Я уверен, что после того, как вы продадите купленный у меня товар, у нас появится все больше и больше возможностей для сотрудничества. Лаура улыбнулась. Это, несомненно так, мистер Джа. Но у меня есть еще некоторые вопросы, которые я хотела бы задать вам. Сегодня вы пригласили нас пообедать, но не могли бы вы сказать мне, из каких ингредиентов были приготовлены блюда, потому что я никогда не видела их раньше. Джа знал, почему Лаура задала этот вопрос. Это лишь некоторые новые сорта магических овощей. Они уникальны и могут быть найдены только в определенных частях континента. Честно говоря, помимо того, что я маг, мне также очень интересно изучать различные растения. Исследуя эти овощи и некоторые другие растения, что могут быть найдены в дикой природе, мне удалось создать новые сорта. Тем не менее, их урожайность слишком низкая, так что мы не сможем сотрудничать с мисс Лаурой в их продаже. Джа воспользовался пространственным магазином и купил семена овощей из земли, но в этом мире их никогда не видели раньше, так что если будет слишком подозрительно, если он вдруг начнет продавать их в больших количествах. Поэтому сначала ему нужно создать стабильный доход, и уже потом начинать поставлять эти овощи на рынок. Лаура кивнула, но потом сказала. Тогда не могли бы вы, мистер Джа, дать хотя бы небольшое количество тех овощей лично мне, уж очень хотелось бы попробовать их. С этим нет никаких проблем. Через три дня, когда вы отправите кого-то сюда, чтобы забрать магическую редиску, я также передам их. И сразу же после этих слов в комнату вошел Грин, поклонился Джа, после чего сказал. Господин Джа, огненная рыба в количестве 20 штук готова. На что Джа лишь слегка кивнул головой, а затем повернулся к Лауре. Становится поздно, и я не буду больше задерживать вас, мисс Лора. Буду ждать ваших людей через три дня. Лаура и ее группа встала. Хорошо, мистер Джа, пожалуйста, будьте уверены, они прибудут вовремя. Закончив обсуждение, они вышли на улицу. Джа сопроводил Лауру и ее людей к дверям поместья, а затем Грин, вновь взобравшись на чужого, вывел их вниз с горы. А когда Лаура ушла, клан Будо вернулся обратно в гостиную. Джа снял свой костюм черного мага, а Грин, вернувшись, отбросил в сторону свой шлем. Мастер, на этот раз мы смогли продать только небольшое количество редиски. И это оставит большой разрыв в нашем бюджете. Да, я знаю, но сейчас мы не должны спешить. Как только люди узнают о качестве нашей редиски, количество больших заказов моментально возрастет. Так что не стоит беспокоиться об этом. К тому же сейчас у нас все еще есть более тысячи золотых монет. Дедушка Грин, мне нужно, чтобы вы совершили путешествие в город Коса. Во-первых, я хочу, чтобы вы купили кое-какие книги о животных и растениях. Во-вторых, приобрели некоторые растения, что могут быть полезны нам. И в-третьих, разузнали о работорговцах. В будущем, если мы хотим развивать наш клан, нам понадобится большое количество рабов. Грин кивнул, а потом сказал. Мастер, что насчет заброшенных шахт железной горы. Вам не кажется, что пришло время начать разводить там голубоглазых кроликов? Я тоже так считаю, но все же хочу подождать доставки прессов для масла. Ведь как только мы извлечем его из мякоти плодов, то сможем отдать ее голубоглазым кроликам. Плюс, я хочу, чтобы бабушка Мерине еще раз проверила подземное озеро, дабы окончательно удостовериться, что там нет водных магических зверей. И если их там действительно нет, то мы могли бы сразу же купить для разведения бесчешуйчатую рыбу. Тогда, после установки масляных прессов, я сразу же отправлюсь в город Коса, сказал Грин. Джа кивнул. Хорошо. Сегодняшний день был весьма продуктивным. Пока мы сотрудничаем с Лаурой, у нас будет весьма устойчивый поток доходов. В настоящее время он не слишком большой, но на некоторое время и его вполне хватит. Мы не можем быть слишком напористыми. Глаза Грина сияли, когда он кивнул. При производстве фруктового масла и мяса с пространственного ранча, мы сможем увеличить наши доходы. И тогда купим еще нескольких рабов, дабы наш клан и дальше постепенно развивался. Ах, да, но сейчас мы можем не беспокоиться об этом. Ведь если мы будем двигаться слишком быстро, то появятся проколы, что доставит нам еще больше хлопот. Но на самом деле, наша самая большая проблема не в том, как быстро будет развиваться клан, а в гнилой топе. Этот вопрос все еще не решен. К тому же на данный момент мы можем только следить за разведкой, что проводит Дранг. Грин не стал возражать, потому что он знал, что Джа был прав. Если проблему с гнилой топе не решить, то один из прорывов нежити в конечном счете все погубит. Глава 122. Непостижимый. Лаура, Кун и Нер сидели в карете, что спускалась с каменной горы. Они не разговаривали друг с другом. Мгновение спустя, Лаура открыла окно и увидела Серхио, что ехал рядом с экипажем. Серхио, ты уже поел? Услышав этот вопрос, Серхио удивился, не понимая, что Лаура имела в виду. Ведь хотя он и был начальником ее охраны, раньше она никогда не заботилась о том, поел ли он. Но как только она спросила, он сразу же кивнул. Да, мисс, нас покормили в поместье, что вы ели. И вновь Серхио не мог не удивиться. Господин Джо приказал нежити, принести нам несколько подносов с едой. Там был пирог, кролики и некоторые овощи, которые я никогда раньше не видел. И какой еда была на вкус, все было очень вкусным. Нам принесли много мяса и овощей. К тому же последние были просто переполнены магией. Что же касается блюд с магической редиской, то в них магии было в несколько раз больше, чем в тех, что продаются в нашем магазине. Лаура кивнула, а затем закрыв окно посмотрела на Куна. Дедушка Кун, что ты думаешь обо всем этом? Это просто непостижимо. Джо, скорее всего, человек с очень большим влиянием. Наверное, он представитель большой могущественной организации, которая полностью поддерживает его. Но ведь крупные силы на континенте, как правило, имеют свою собственную дистрибьюторскую сеть. Так почему же он специально приехал к нам? Кун покачал головой, но затем сам же ответил на свой вопрос. Нет, хотя у нас и есть некоторые враги среди наследников нашего клана, мы никогда не можем считаться настоящими врагами Джоа. Поскольку наши силы слишком малы. По сравнению с всем кланом марки, нас нельзя расценивать как настоящую угрозу. Должно быть, Джоа на это и рассчитывал. Ведь поскольку он способен заполучить такое нереальное количество огненной рыбы, то должно быть хотел работать с теми кого сможет легко и быстро уничтожить. Лаура кивнула. Ах, да, судя по тому, что сказал Джоа, можно с уверенностью утверждать, что его владение довольно обширно. Иначе как бы он мог производить так много товаров? Я не могу думать, что на континенте есть такие места, где можно было бы выращивать огненную рыбу в таких количествах. Но даже если бы такие земли существовали бы, то все равно не понимаю, почему Джоа захотел сотрудничать именно с нами. Кун нахмурился. Я действительно этого не знаю. Джоа сказал, что он занимается исследованием растений, и мне кажется, что это на самом деле так. Ведь если бы он не изучал растения, то ему никогда бы не удалось настолько сильно улучшить магическую редиску и вывести новые сорта овощей, которые я никогда прежде не видел. Вы же обратили на это внимание, когда мы обедали. Даже слуги без каких-либо особых эмоций ели огненную рыбу. Видимо, в их глазах она не такая уж редкая. А единственным знакомым ингредиентом было мясо голубоглазого кролика, которых он купил в городе Коса. И опять Лаура кивнула. Когда я сказала, что он станет союзником клана Марки, он отказался, пожелав заключить союз только с нами. Но это не единственное, что странно. Столь сильный и могущественный черный маг должен быть хорошо известен среди важных фигур на континенте. Однако я никогда не слышала о нем раньше. И как ни странно, ему служит высокоуровневый воин, а его горничная, тоже маг, далеко не низкого уровня. К тому же не стоит забывать и об очень мощной нежити, что также является магом света. Похоже, что этот человек имеет слишком много секретов. Верно, действительно, должна существовать веская причина, почему воин восьмого уровня служит Джао. К тому же он настолько силен, что если бы я сражался с ним один на один, то боюсь, не могу сказать, что смог бы выиграть. Стоит также заметить, что его горничная уже в таком юном возрасте, как минимум, маг шестого уровня. Она, безусловно, имеет большой магический потенциал. Да даже его повар высокоуровневый маг, с такими слугами и могуществом достаточным для вызова более тысячи нежити, Джао, конечно, далеко не слаб, сказал Кун. Во всяком случае, теперь пока Джао ведет с нами бизнес, он нам ничего сделать не сможет. А если он действительно обеспечит нам поставки высококачественной магической редиски, то просто прекрасно. Но нам также нужно вести себя очень осторожно, ведь мы не хотим сделать из него врага. В особенности сейчас, когда нам нужен сильный союзник. Кун кивнул. Да, мы должны быть осторожными. Я подозреваю, что Джао имеет далеко не однозначную личность. Он явно не просто черный маг, ведь даже когда он ест, то скрывает свое лицо. На что Лаура слегка улыбнулась, но каким бы ни была его истинная личность, это не важно, до тех пор пока он не проявляет враждебности. Мисс, вы абсолютно правы. Не важно, кто он, пока он не относится к нам враждебно, мы должны сотрудничать с ним. Но нам все равно нужно разузнать побольше об этом человеке. Начать разводить огненную рыбу на каменной горе в таких количествах это действительно нелегкая задача. Но он сумел сделать это, причем так что те, кто за ним наблюдал, даже не догадываются об этом. К тому же Джао четко знал наше местонахождение. Похоже, что он смог организовать наблюдение за нами, чтобы убедиться, что мы не являемся для него угрозой. Мы действительно должны быть очень осторожными. Не волнуйся, дедушка Кун. Я знаю, что я делаю. Пока мы не пытаемся бороться с ним, он будет продолжать сотрудничать с нами. Все будет хорошо, вы можете не замечать этого, но господин Джао очень хороший человек. Услышав такую характеристику, Кун начал улыбаться. Неужели это действительно так? Похоже, он очень заинтересовался именно вами, мисс. Иначе зачем бы он захотел сотрудничать с нами? Лаура покраснела. Что за глупости ты говоришь, дедушка Кун? После этого Кун просто не мог не засмеяться, чем заставил девушку покраснеть еще сильнее. У Лауры сложилось хорошее впечатление о Джао. В конце концов, он был достаточно любезен, чтобы помочь. К тому же он казался весьма таинственным. Поэтому в дополнение к чувству благодарности, Лаура испытывала некое любопытство. Когда женщину интересует мужчина, ее сердце не будет долго сопротивляться. Лаура, пораскинув мозгами, решила не отказываться от сотрудничества с Джао. Уже сейчас можно было смело утверждать, что его сила сопоставима с могуществом большого клана. Именно поэтому она и начала с ним сотрудничать. Ну, а в это же время в замке Джао занимался подготовкой нескольких больших пустых комнат, чтобы потом поставить там прессы для масла. Кроме того, закончилась очистка и подготовка шахт к переселению в них голубоглазых кроликов. Америни еще раз поискала магических зверей в подземном озере. Причина, почему Джао не сделал этого раньше, заключалась в том, что у него почти не было денег, но теперь когда он заключил союз с Лаурой и через три дня продаст первую партию товара. Хотя по правде говоря он рассчитывал на немного большую сумму золотых монет, но даже теперь такой доход уже можно считать вполне стабильным. Когда они во второй половине дня вернулись в замок на Железной горе, то увидели, что рабы тоже не бездельничали. Их крепость пусть и медленно, но ремонтировалась в то время как рабы не занимались посадкой люцерна и масляных деревьев по всей горе. Конечно же они не могли закончить за такой короткий промежуток времени, потому должны были сделать некоторую прополку. А как только вернулся Джао, то сразу же приказал очистить большие комнаты за пределами основных частей замка. Эти помещения были похожи на склады и использовались для хранения разных вещей. Правда в течение долгого времени ими никто не пользовался, но теперь после уборки именно здесь будут установлены прессы для масла. Глава 123. Кристаллические рогатые черви. Джао обнаружил, что подготовить комнаты для установки прессов не такая уж простая задача как он думал. Ведь их установки предшествовали и другие шаги. Во-первых, ему нужно место, где рабы будут чистить масляные фрукты. Ведь в пресс вы должны класть только их мякоть, иначе качество получаемого масла сильно снизится. Во-вторых, поддержка беспрерывной эксплуатации прессов требовала рабочих рук, хотя в этом случае он мог заменить их нежитью. И в-третьих, ему нужно было подготовить контейнер, что-то вроде бочки или металлического барабана. Ведь он не мог допустить, чтобы масло капало на землю. Джао собирался производить довольно большое количество масла ежедневно, поэтому ему потребуется подготовить много таких емкостей. Тем не менее, он никогда не был плотником, так что не мог сделать бочки, и у него не было денег, чтобы купить металлические барабаны. Таким образом, без достаточного количества денег, Джао попросту не знал, что ему делать. Ведь даже если бы он сильно захотел организовать все побыстрее, то не смог бы этого сделать. Теперь же Джао мог только ждать, когда люди Лауры доставят ему прессы для масла, а уже потом отправиться в город Коса дабы узнать цену за один баррель масла. Хотя в настоящее время у него все еще были проблемы с деньгами, это не помешало ему подготовить большие комнаты, к установке в них прессов. Приказав рабам убирать комнаты, Джао и Мерине покинули замок, чтобы отправиться к подземному озеру. Даже несмотря на то, что из-за яда принесенного звериной нежитию там не было рыбы, не исключено, что в нем могли жить довольно могущественные магические звери. И если клан Будда начнет разводить бесчашуйчатую рыбу в озере, то ее всю попросту съедят. Поэтому для дополнительной подстраховки, Джао решил попросить Мерине проверить озеро еще раз. Мэк и Грин тоже пришли вместе с ними. Ведь если в подземном озере будет обнаружен сильный водный магический зверь, то их помощь может понадобиться для борьбы с ним. Хотя они ранее уже проверяли озеро, на этот раз все будет сделано более тщательно. К счастью, по-видимому, в озере не было никаких магических зверей. Похоже, что токсины, занесенные нежитию, оказались слишком сильны. Тем не менее, Джао все еще беспокоился, поэтому он послал одного из своих мертвецов, чтобы проверить озеро. И вскоре получил известие от него. Немертвый сообщал, что русло было заблокировано. Через этот вход подземное озеро наполнялось водой, но сейчас что-то блокировало его. Решив взглянуть лично, Джао вызвал экран. Осмотрев дно подземного озера, он нашел какой-то коралл. Джао весьма удивился этой находке. Он не понимал, как что-то вроде коралла могло оказаться в этом озере. Ведь он помнил, что такие вещи, как правило, находятся в море, так как же он оказался в этом месте. К сожалению, вход был слишком далеко, чтобы Джао мог его четко увидеть, так что он приказал нежити приблизиться к нему. Мерине тоже смотрела на экран вместе с Джао, и когда нежить подошла достаточно близко, они увидели огромный канал. Он был около 10 метров в высоту и 20 метров в ширину, но сейчас он был заблокирован голубыми кристаллами. Когда Мерине увидела это, то сразу уже все поняла. Похоже, что это кристаллические рогатые черви. Ведь только они могли обмануть мое поисковое заклинание и выжить в таких уздовиях. Джао выглядела задаченным. Бабушка Мерине, а вы уверены, что это действительно были кристаллические рогатые черви? Мерине улыбнулась. Кристаллические рогатые черви очень специфические водных организмы. По отдельности, они настолько малы, что магический поиск просто не замечает их. Никто не знает, как они могут жить в воде, но всем известно, что они выделяют какой-то магический кристалл. Эти кристаллы настолько крепки, что даже воину пятого уровня не удастся разрубить их мечом. Что же касается самих червей, то они не могут атаковать, но способны выжить в любой водной среде до определенной глубины. Кроме того, они не боятся яда. Поэтому некоторые алхимики покупают их для того, чтобы приготовить антидоты. Глядя на эти кристаллические кораллы, удерживающие воду от побега, Джао не мог не кивнуть. Все хорошо, это сэкономит нам массу неприятностей, когда мы запустим сюда рыбу. Миря не улыбнулась. Не только это, говорят у таких кристаллов есть и другие применения. Аристократическим семьям они нравятся, потому очень красивые. К тому же если поставить их в комнате, то они, как правило, могут предотвращать атаки магическим ядом. Поэтому даже если кто-то захочет тебя отравить, этот кристалл предупредит вас, если яд находится в его 5 метров диапазоне. Многие благородные кланы заплатят высокую цену за эти кристаллы. У нас их в этом озере довольно много, поэтому если мастер захочет продавать их, то мы сможем заработать много денег. Ну, тогда пусть так и остаются в озере, по крайней мере пока. Они ведь все равно не смогут оттуда сбежать, сказал Джао. В решении Джао не откапывать эти кристаллы, не было ничего плохого. Ведь они планировали разводить рыбу в больших масштабах, что на данный момент из-за ограничений ранча невозможно было совершить в пространственной ферме. И только это озеро соответствовало всех их требованиям. Как только они закончили, Джао почувствовал облегчение, потому что теперь он знал, что они наконец могут без каких-либо проблем начать разводить бесчешуйчатую рыбу. Вернувшись в замок, Джао и Грина смотрели несколько крупных складов, где они собирались установить масляные прессы. Видя, что их уже очистили и подготовили, Джао решил вернуться обратно на Каменную гору. В течение следующих трех дней, Джао находился в поместье и ожидал людей Лауры, что должны будут забрать магическую редиску. За это время ему удалось вырастить и собрать 9 партий редиски и 2 партии маслофруктов. Кроме того, теперь у Джао было 1000 взрослых кроликов и 7000 крольчат. Что же касается чешуйчатых антилоп гну, то он решил пока не увеличивать их количество, а сосредоточиться только на разведении голубоглазых кроликов. Это объяснялось тем, что мясо антилоп гну было грубым и невкусным. Поэтому их можно было использовать только в качестве вьючных животных. Также в этот трехдневный период, Джао добился существенного прогресса с улучшением земли в скрытой долине. Когда-нибудь он сможет отправить туда некоторых рабов с целью постройки небольшого поселка, чтобы они могли стать относительно независимыми. Глава 124. Готовимся выжимать масло. В дополнение к пространственной ферме, скрытую долину можно использовать в качестве тыловой базы. Это было очень спокойное место окруженное скалами, что могли бы защитить от ветра. Плюс здесь находилось небольшое озеро с водой, так что долина казалась весьма удобной и пригодной для обитания. Джао считал, что в будущем клан будет становиться все больше и больше. Поэтому пока у него есть силы, он мог бы построить небольшое герцогство в черной пустоши. Ведь вполне естественно, что люди, пришедшие сюда захотят основать свои собственные поселения. Конечно же, сейчас Джао не хватит сил для этого. А деревня, которую он планирует создать в скрытой долине, должна стать всего лишь прототипом, что даст ему возможность посмотреть, какие вопросы нуждаются в улучшении. Это очень сильно поможет в создании более крупных поселений. Но улучшение земель в скрытой долине все еще не было завершено. А на полноценное основание деревни попросту не хватало времени. Поэтому сейчас это была всего лишь идея. Три дня быстро прошли. И теперь они просто ждали, пока Лаура пришлет прессы для масла. А уже после их доставки Грин собирался отправиться в город Коса. В полдень третьего день люди из клана Марки подъехали к подножию каменной горы. На этот раз Лауры с ними не было. Грин вышел вперед и обменял пять повозок, заполненных магической редькой на прессы, что привезли люди Лауры. В дополнение к пяти прессам для отжима масла, Грин также получил две сотни золотых монет и книгу. А именно алхимическую энциклопедию животных и растений Континента Арк. Это был подарок от Лауры для Джао. В прошлый раз, когда они встречались, Джао упомянул, что он занимается исследованием растений и готовится к открытию ранча. Лаура не желала упускать такую возможность, поэтому она купила ему эту книгу, чтобы укрепить ее союз с Джао. Такие книги были очень большой редкостью. Например, на написание этой аптекарь потратил целых 20 лет, поскольку он хотел собрать в ней как можно больше информации о растениях и животных Континента. Поэтому аптекарь посетил много других фармацевтов и алхимиков, чтобы на некоторое время стать их учеником и получить нужные ему знания. И лишь потом он наконец решил написать книгу. Но поскольку в ней не рассказывалось о магии, она не обрела особой популярности. Как правило, ею интересовались только аптекари или алхимики. Со своей стороны Джао, кроме магической редьки, отправил Лаури в качестве подарка 110 огненных рыб. Обменяв магическую редиску на прессы, Грин доставил их на вершину Каменной горы, но не стал разгружать, а так и переправил в пространственную ферму Джао. К большому удивлению Джао, к прессам прилагалась инструкция говорящая, как их собрать. Увидев ее он почувствовал себя очень озадаченным, потому что до этого считал, что наконец понял ситуацию на Континенте Арк. То есть их наука была в основном ориентирована на такие вещи, как создание алхимиками магических препаратов. Поэтому их цивилизация не имела много машинной техники. Тем не менее, конструкция масляного пресса была очень тонкой и точной. Масло прессы отправились прямо к замку на Железной горе, где и были установлены в специально подготовленные комнаты. Присланные машины оказались очень хорошо разработаны. Масло прессы были высотой в 3 метра, с барабанным контейнером на вершине. Именно в него нужно было загружать мякоть фруктов. Дальше шел диск с длинными палками, которые обычно крепились к выносливым магическим животным. И конечно же внизу размещалась трубка, через которую будет вытекать масло. На словах все выглядело просто, но не с машиной, которая занимала площадь в 20 квадратных метров. Хорошо, что пресс можно было разобрать на несколько частей, иначе они не были бы попросту не поместились в повозке. Осматривая машину, Джа заметил, что входное отверстие расположено слишком высоко. Поэтому если вы хотели к можно быстрее загружать в контейнер мякоть фруктов, у вас только два пути. Первый при помощи досок создать склон, по которому масляные фрукты будут засыпаться в машину. Второй же способ заключался в использовании конвейерной ленты. Метод конвейерной ленты был довольно прост. Вы просто размещали фрукты на ленте конвейера, и они будут автоматически отправляться внутрь контейнера. Но пресс для масла был прислан без конвейера, так что Джа опасался, что на континенте пока нет подобной технологии. А вот метод склона, широко использовался на континенте. Люди просто вырывали в земле яму, и ставили в нее пресс для масла. В этом случае контейнер для загрузки фруктов оказывался намного ближе к земле. Но Джа не хотел пользоваться им, потому что пришлось бы копать прямо в замке, а ведь он фактически стоял на голом твердом камне. Поэтому Джа хотел использовать ленточный способ. К счастью это было не так уж трудно сделать. Им нужно было всего лишь немного изменить конструкцию машины. Весь пресс был изготовлен из металла, поэтому им понадобится заменить только несколько металлических деталей. Но возникала немного другая проблема, где бы ему найти хорошего кузнеца. Если Джа действительно хотел использовать конвейер, ему нужен был тот, кто сможет изготовить необходимые детали. Джа хотел спросить о этом у Грина, возможно он знал как сделать лучше. На континенте существовало много машин, построенных кузнецами, а некоторые из них даже работали используя в качестве источника энергии магические кристаллы. Но прессы для масла были самыми обычными машинами, с единственной функцией которых было выдавливание масла из масляных фруктов. Поэтому использование в них магических кристаллов попросту не окупалось. В конечном счете не имея, на данный момент, возможности построить конвейер, им придется использовать первый метод. Правда и досок у них сейчас не было. Но Грин все равно собирался отправиться в город Коса, так что он мог заодно купить как доски, так и бочки. Грин был осведомлен о их положении, поэтому он сразу же отправился в город Коса, в то время как Джа продолжил руководить работами в замке. Ведь кроме комнат для прессов ему нужно было организовать помыв и очистку масла фруктов. К счастью, вода была в непосредственной близости к замку, поэтому Джа приказал им построить каменный бассейн, в который она будет набираться, а после смывания с масляных фруктов волосков ее просто спустят в ров, в котором эти небольшие кусочки фруктов станут хорошей пищей для рыбы. После того, как масляные фрукты будут помыты и очищены, их привезут обратно в замок, где и отправят в контейнеры масляных прессов. Джа подсчитал, что для работы пресса, включая очистку масляных фруктов, ему понадобится минимум 4 человека. А так как он располагал 5 такими машинами, то для их эксплуатации нужно было 20 человек. Джа не жаловался на отсутствие у него рабочей силы, но он не хотел бы поручать эту работу рабам. А все потому, что он планировал давить масло 24 часа в сутки, что потребует не менее трех смен. А в случае с рабами это будет означать, что ему придется использовать 60 человек для поддержания нормальной работы. Но поскольку Джа располагал только сотни рабов, он явно не мог отправить 60 из них заниматься выдавливанием масла. Поэтому он решил использовать нежить. Но кроме 20 людей занимающихся фруктами и контролирующих работу прессов, Джа также нужна была какая-то животная сила, что будет служить двигателем для прессов. И юный глава клана Будда планировал использовать его чешуйчатых антилоп гну. В этом случае Джа не мог использовать нежить, потому среди всего разнообразия особей, что у него были, не находилось достаточное количество немертвых подходящих одновременно по силе, размеру и форме тела для выполнения требуемых от них задач. Что же касается его чешуйчатых антилоп гну, то они идеально подходили для этой работы. Поэтому Джа собирался превратить их в нежить, чтобы таким образом решить большинство проблем. Через некоторое время все было почти готово. И сейчас им осталось только дождаться возвращения Грина с нужными им покупками. Глава 125. Возможность. С озабоченным видом Лаура стояла возле самого известного магазина в городе Коса. Он был не только самым большим из магазинов Лауры, но и также выполнял функции штаб-квартира филиала клана Марки в герцогстве Персил. Причина, почему девушка стояла на улице, а не сидела внутри, как она делала обычно, заключалась в небольшом караване, что должен был вернуться с Каменной горы. Хотя на этот раз она купила только один джинн магической редиски, эта покупка полностью захватила все ее внимание. В дополнение к тому, что это был первый раз, когда она сотрудничала с Джа, очень важно было удостовериться в качестве редиски. Хотя ее и можно было считать товаром для людей с низким достатком, большое количество редьки высокого качества может очень сильно повлиять на ее бизнес. Почему так? А вы представьте, в городе есть два продовольственных магазина, торгующие редиской. Первый продает большую качественную редиску по не слишком высокой цене, в то время как второй торгует редиской, что не так уж и хороша, но цене та же. Конечно же, вы не идете в магазин, чтобы купить только редиску, вы приобретаете и другие овощи. Поэтому, вполне естественно, что клиенты будут делать покупки только в первого магазине. К тому же, хотя Джа заверил Лауру, что все редиски, которые он вырастил, были такого же высокого качества, она все еще не верила ему. Если вы занимаетесь бизнесом, то вы всегда должны быть готовы к тому, что вас будут пытаться обмануть везде, где это возможно. Кун тоже находился за пределами магазина. Обычно, Лаура и Кун лично не заботились о таких небольших количествах товара, но в этот раз все было по-другому. Ведь их сотрудничество с Джа после этой первой покупки может как окрепнуть, так и прекратиться. И именно в этот момент вдалеке показалась небольшая группа людей. Они несли флаг с символом бана на нем, что давал всем понять их принадлежность к компании марки. Когда Лаура увидела, что караван вернулся, то сразу же направилась на задний двор магазина. Ведь именно туда, к складам приезжают все торговые повозки клана марки. Кун последовал за Лаурой. Они действительно хотели узнать, насколько похожа редиска, привезенная караваном, на ту, что показывал Джа. Лидером этого каравана был Шон. Изначально он возглавлял грузчиков, но теперь получил повышение. Так что сейчас Шон стал капитаном команды, отвечающей за сделки с Джа. Три дня назад Лаура приказала ему купить пять прессов для Джа. В городе Коса они стоили не очень дорого, так как слишком много мастерских занимались их созданием. Отдав этот приказ, Лаура начала производить чистку в ее магазинах. Ну, что сказать, Лаура убирала всех, кто был не лоялен к ней. Она собиралась это сделать с тех пор, как подверглась нападению во время своей поездки в крепость Монтинигра. Но никто не был готов к тому, как быстро она все это сделала. Однако основной причиной, почему девушка занялась этим именно сейчас, выступал ее союз с Джа. Ведь если черный маг узнал бы, что ее контроль над ее же магазинами нестабилен, это могло бы повлиять на его сотрудничество с ней. Так что Лаура использовала эти три дня, чтобы убрать не лояльно к ней членов клана Марки и поставить на самые важные посты ее самых доверенных людей. Шон всегда был верен Лауре, плюс он уже имел какие-то контакты с людьми Джа. Вот почему Лаура назначил его капитаном караванщиков. Шон знал, что Лаура начала сотрудничать с Джа, но он не подозревал, что она воспримает все настолько серьезно, что даже лично ждала их прибытия. Шон сразу же подошел к Лауре и сказал, «Мисс, вот магическая редиска, которую вы заказывали». В ответ Лаура лишь слегка кивнула головой, а затем быстро подошла к телегам, что являли собой обычные деревянные сундуки, более метра в высоту. Это позволяло перевозить одновременно много вещей. Все пять повозок было оплетены грубой веревкой в виде клетки. Шон ослабил веревку, позволяя Лауре заглянуть внутрь. На дне всех телег лежал слой соломы или травы, а уже на нем разместилась белая магическая редиска. Протянув руку внутрь, Лаура достала одну из них. Эта редиска совсем не отличалась от той, что она видела в поместье. У нее был такой же размер, а ее гладкая кожура так и оставалась нежной и влажной. Девушка явно видела, что у нее в руках редиска высшего качества. Тогда Лаура достала с повозки другую редьку. Но и она выглядела точно так же. Даже их вес был примерно одинаковый. Затем девушка повернулась к Шону и спросила, все ли магические редиски такого качества. В ответ Шон быстро кивнул. Да, все магические редиски такого же качества. К тому же у них даже вес одинаковый. По прошествии стольких лет, это пожалуй самая лучшая магическая редиска, которую я когда-либо видел. Лаура и Кун увидели потрясенный взгляд на лицах друг друга. Они знали, что магическая редиска не была таким уж драгоценным товаром. Именно потому, что требования к ее качеству не были очень строгими. Некоторые фермеры не чистили низкокачественную магическую редиску, когда продавали ее Лауре. И как результат, в отличие от большой магической редиски, плохие продавалось по довольно низким ценам. Поэтому довольно много относительно богатых простолюдинов часто покупали ее, чтобы съесть. Все магические редиски, присланные Чжао на самом деле были очень хорошими. И этому было только одно объяснение. Чжао забрал всю плохую редиску, а им продал только хорошую. Но зачем ему это делать? Ведь это может привести к значительным потерям прибыли. Или же он действительно вырастил магическую редиску только вот такого высокого качества. Ах, но ведь этого попросту не может быть. Даже те, кто изучал растения, не могли гарантировать, что все они вырастут практически одинаковыми. Лаура вернула белую магическую редиску обратно в повозку, а потом повернулась к Шону. Сейчас доставьте эту магическую редиску на склад. Она пойдет на полки завтра. Шон отсалютовал, а затем сразу же вместе со своими людьми занялся разгрузкой. Тем временем Кун и Лаура, покинув задний двор, перешли в кабинет. Что вы думаете об этом, дедушка Кун? Спросила Лаура. Похоже, что Чжао сотрудничает с нами, потому что верит в нас, сказал Кун, после того, как сел. Силы, стоящие за ним, должны располагать очень плодородным куском земли. Причем ее отнюдь не мало, ведь в противном случае он не смог бы производить так много высококачественной магической редиски. Лаура нахмурилась, но даже с хорошей землей, что позволяет выращивать такое количество качественно магической редиски, вы не сможете выкинуть все не столь хорошие овощи, поскольку ваши потери будут слишком большие, ведь так. В ответ Кун издал небольшой смешок. Вот почему я и сказал, что Чжао очень сильно верит в нас. Похоже, что он собирается создать бренд. Он убирает все плохие магические редиски и отправляет нам на продажу только хорошие. Понемногу, люди начнут узнавать эту марку магической редиски, и в итоге бизнес будет расти. Из-за слов Куна, Лаура не могла не удивиться, но уже через мгновение ее глаза повеселели. Поэтому, если мы сможем работать вместе в течение длительного времени, он даст нам достаточное количество высококачественной волшебной редиски, чтобы мы начать зарабатывать репутацию по всему континенту. Все действительно именно так. К тому же для нас это, безусловно, очень хорошая возможность. Если Чжао действительно сможет предоставить нам большое количество качественной магической редиски, то нам потребуется не так уж много времени, чтобы захватить весь товарный рынок герцогства Персил. Лаура взволнованно встала. Хотя их бизнес здесь шел очень хорошо, существовали и другие компании, что имели филиалы в герцогстве Персил, и конкуренция между ними была очень напряженной. До сих пор Лаура могла лишь противостоять другим крупным компаниям, не имея ни единого шанса подавить их. Но сейчас у Лауры появилась такая возможность, и если она ухватится за нее, то сможет контролировать весь сырьевой рынок в герцогстве Персил. Глава 126. Магическая редиска и медитация. Джули была простолюдинкой, живущей в городе Коса. Она родилась в бедной семье и никогда не посещала школу. Повзрослев девушка вышла замуж за плотника. Она родила двоих детей, и так как ее муж был хорошим плотником, то их жизнь была очень хорошей. Время от времени они даже смогли позволить себе магические овощи. Дом Джулии стоял недалеко от магазина товаров компании Марки. Как правило, она отправлялась именно туда, чтобы купить продуктов. Причиной этому служили его хорошая репутация и невысокие цены. Сегодня Джулия зашла в магазин Марки, чтобы купить некоторые вещи первой необходимости. Недавно ее муж совершил хорошую сделку, заработав целых пять золотых. Поэтому она подумывала о покупке магической редьки, прикидывая как будет лучше всего приготовить ее в домашних условиях. Причина того, что она собиралась купить магических овощей заключалась в ее детях. Они учились в Академии магии, что находилась в восточном районе города Коса, и их результаты были очень хорошими. Внимательно послушав учителя она узнала, что если ее дети станут есть больше магических овощей, то вполне вероятно станут настоящими магами. Хорошие родители всегда хотят, чтобы их дети достигли чего-то большего, чем они сами. Так что Джулия и ее муж даже стали меньше есть, но их дети получали магические овощи каждую неделю. Ведь для обычного простолюдина это была очень приличная сумма. Но сегодня Джулия очень удивилась, когда зайдя в магазин Марки увидела магическую редиску. Разумеется, она сразу же узнала этот магический овощ, так как он был единственным, который ее семья могла позволить себе купить. Причина, что так озадачила Джулия, заключалась в том, что эти редиски не выглядели так же, как те, что она покупала раньше. До сегодняшнего дня продававшиеся здесь корнеплоды были короткими и имели причудливую форму. Но эти магические редиски были круглыми, толстыми и немного прямыми. Глядя на них, так и хотелось откусить кусочек. И в тот момент, когда Джулия подошла к этим овощам, один из сотрудников магазина с улыбкой на лице сразу уже подошел к ней. Добрый день, перед вами новая магическая редиска нашего магазина. Она очень качественная, и намного лучше, чем любая другая на континенте. Когда Джулия увидела магическую редиску, то очень захотела купить хотя бы немного. Но ведь каждая из них весила не менее двух килограммов, что приблизительно равнялось бы 23 серебряным монетам. Честно говоря, она едва ли могла бы потратить столько денег. Однако, услышав, что сказал сотрудник, Джулия взяла одну магическую редиску. Думаю, я могу купить один, чтобы попробовать ее. Сотрудник сразу же улыбнулся, и сообщил ей, что редиска на самом деле весил чуть больше трех килограммов. Джулия заплатила деньги и ушла с магическим овощем домой. Во время обеда, Джулия использовала половину магической редиски для приготовления супа. Ее старший 12-летний сын уже официально начал изучать магию. Поэтому чем раньше он может освоить культивацию и почувствует свои магические потоки, тем больше его успехи будут в дальнейшем. Именно из-за этого, Джулия и ее муж настаивали на том, чтобы их дети ели магические овощи, по крайней мере, хотя бы один раз в неделю. Это была простая еда из хлеба и суп из редиса, но даже она показывала, насколько они хорошо живут. Вы должны знать, что многие простолюдины в городе косо питались только два раза в день, а этими блюдами, как правило, были только основные продукты питания, такие как бамбуковый рис. Муж Джулии, Ролл, увидев на столе суп, спросил, «Ты сегодня купила магическую редиску?» «Да, купила немного в магазине марки». Они сказали, что это самая лучшая магическая редька на всем континенте. Ролл больше ничего не сказал, он просто сел и стал есть. Их старшие и младшие сыновья, Рарри и Рос, также принялись уплетать суп. Попробовав суп, Рарри с удивлением произнес, «Мама, сегодняшний суп очень вкусный». Рос скивнул, соглашаясь. Джулия улыбнулась ее сыновьям, ее сердце просто переполняло радость. Затем Ролл тоже попробовал суп и был попросту шокирован. Он повернулся к Джулии и сказал, «Сегодняшний суп действительно просто прекрасен на вкус». Джулия замерла на мгновение, а потом протянув руку тоже сделала глоток супа. Да, на вкус он действительно был намного лучше, чем прежде. Но кроме приятного вкуса, она также почувствовала какое-то тепло, проходящее через весь ее организм. Закончив трапезу, Джулия убрала со стола, пока ее сын Рарри отправился в свою комнату медитировать. Он был умным мальчиком, поэтому знал, что его родителям приходится нелегко, так что он всеми силами стремился начать изучать магию как можно скорее. Ведь однажды он станет магом и даст своим родителям намного лучшую жизнь. Но сегодня, как только он начал медитировать, Рарри почувствовал, что что-то не так, как обычно. Мальчик внезапно ощутил следы энергии вокруг себя. Он как будто попал в странный новый мир, где он был окружен маленькими разноцветными точками. Пытаясь почувствовать их, он никак не ожидал, что они вдруг начнут впитываться в его тело. Рарри действительно пробудился. Он не был таким уж взрослым, но в своей школе уже изучал теорию магии в течение нескольких лет. Еще совсем недавно его учитель начал преподавать ему правила культивации, и четко описал, какие именно ощущения он будет испытывать при первой правильной медитации. Рарри возбужденно вскочил и выбежал из дома, крича «Мама, я научился медитировать, теперь я смогу стать настоящим магом». Этот крик насторожил Ролла и Джули. Они оба выбежали из дома и посмотрели на Рарри. «Сын, что ты только что сказал? Ты действительно научился правильно медитировать?» Спросила Джули. Рарри возбужденно кивнул головой вверх и вниз. «Да, мне наконец удалось. Я почувствовал магические элементы, так как их описывал учитель». Джули и Ролл почувствовали возбуждение, но они также ощущали, что что-то было не так. Они никак не могли понять, почему Рарри вдруг смог так быстро научиться правильно медитировать, ведь он начал учить основные приемы культивации только 10 дней назад. Его учитель сказал им, что хотя их сын и был талантливым ребенком, но поскольку он не мог питаться махчискими овощами ежедневно, то ему должен был потребоваться как минимум один месяц, прежде чем он смог бы чувствовать магию. Именно из-за этого, что Джули и Ролл чувствовали, что что-то не так, внезапно Джули вспомнила о магической редьке, что она купила, после чего она сразу же побежала на кухню и отрезала кусок магического овоща, а потом вернувшись обратно протянула его Рарри и сказала, «Сынок, съешь этот кусочек магической редьки и расскажи, что ты почувствовал». Ролл увидел, что делает его супруга, все сразу же понял, но не стал вмешиваться, он просто неподвижно стоял и смотрел на своего сына. Что же касается Рарри, то он не совсем понял, зачем это нужно, но будучи послушным ребенком, он быстро съел этот кусочек магической редьки. Проглотив его, Рарри почувствовал, что какое-то тепло наполняет его тело. До этого момента его разум еще никогда не был столь чист, поэтому он немедленно побежал к себе в комнату и сел, скрестив ноги. Джули и Ролл тоже пришли в комнату Рарри, где они увидели, как он начал медитировать. Став свидетелями этой сцены, они одновременно побежали прямо к магазину компании Марки. Подобные ситуации происходили по всему городу Коса, будь то простолюдины или мелкие дворяне. Их дети имели хороший магический талант, но они сами не были столь богатыми, как те великие дворяне, что могли позволить себе есть волшебные овощи как закуски. Так что юным талантам требовалось некоторое время, чтобы почувствовать магию. В магической редьки Джаа было в несколько раз больше магии, чем в других, более распространенных редисках, примерно раз в 10. Для детей она была почти как таблетка, что могла очень эффективно стимулировать их магический талант, позволяя им значительно раньше почувствовать магию. И даже если сами родители не разбирались в магии, они ясно видели, развитие их детей как-то связано с этой магической редькой. Именно поэтому они все сразу же ломанулись в магазин Марки и купить как можно больше магической редиски, пока она не закончилась или не подорожала многократно. Утром Лауре удалось продать 2000 котти магической редиски Джааа, но сразу же после обеда они распродали все. Увидев всех этих людей в своем магазине, Лаура очень сильно удивилась. Она рассчитывала, что понадобится от 3 до 5 дней, чтобы продать один джин магической редиски, и никак не ожидала, что он будет распродан менее чем за сутки. На сегодняшний день эта реализация редиски стала одной из крупнейших и быстрейших розничных продаж за всю их историю. Лаура быстро спросила, что же случилось, и узнала, что много детей в городе Коса наконец-то успешно провели первую правильную медитацию после того, как съели магической редиски. Узнав это она почувствовала, как в ее голове раздается глухой звук. Естественно, она считала, что им бы не удалось освоить медитацию только потому, что они съели магическую редиску, но это наверняка сыграло огромную роль, иначе как бы все эти дети вдруг начали использовать один из основных приемов культивации. Неизвестно было ли это правда или нет, но за то время пока устанавливается истина, репутация магазина компании марки сильно возрастет, ведь даже те, кому было просто любопытно прийти в магазин, обязательно купят что-нибудь. Глава 127. Будущее. Лаура не была уверена, что такой результат дали именно эти редиски, но ведь все они были практически за полдня распроданы. Как только люди слышали о них, то попав под влияние столь удивительных слухов сразу же бросались в магазин. С ростом спроса и увеличением количества клиентов, набившихся в здании магазина, Лаура стала беспокоиться, не произойдет ли несчастных случаев. Поэтому девушка приказала продавцам объявить о том, что специальная магическая редиска на данный момент полностью продана, и им придется подождать новой поставки. Отдав это распоряжение, она сразу же отправилась к Куну, чтобы посоветоваться. Выслушав ее, старик повернулся к Лауре и сказал, «Юная мисс, я думаю, что мы должны вновь встретиться с господином Джао. Нам крайне необходимо узнать, сколько магической редиски он сможет предоставлять нам ежемесячно, и если он действительно сможет поддерживать текущий спрос, то мы должны сразу же увеличить наши масштабы сотрудничества с ним. Что вы об этом думаете?» Лаура кивнула. «Хорошо, завтра утром мы отправимся к Каменной горе, чтобы увидеться с мистером Джао. Дедушка Кун, а эти магические редиски действительно могли дать такой эффект? Почему так много детей внезапно смогли ощутить магию всего лишь после того, как съели какую-то магическую редьку?» Кун снисходительно улыбнулся. «Лауре, моя маленькая Лаура, не все могут позволить себе есть магические овощи с самого детства, как вы. Простые люди могут съесть разве, что несколько магических овощей за весь год. Возможно, их магический талант может быть очень высоким, но поскольку они не могут регулярно есть магические овощи, им тяжело начать ощущать магию, поэтому в дальнейшем они значительно отстают в изучении как магии, так и боевых искусств по сравнению с детьми из знатных родов. Но в магической редиске Мистера Чжао концентрация магической энергии намного больше, чем в обычной. Конечно же люди, которые регулярно едят магические овощи не почувствуют большой разницы, но те, кто не имел возможности питаться магическими овощами в прошлом, ощутят ее эффективность в полной мере. Это как человек, что не принимал магические пилюли, внезапно почувствует толчок от высококачественной таблетки. Но при этом те, кто принимал магические пилюли регулярно не заметит никакой разницы, словно они и дальше принимают обычную медицину. Лаура кивнула соглашаясь, все было действительно так. Когда она съела редиску, купленную у Чжао, то просто почувствовал, что она очень вкусная. Ведь даже несмотря на то, что в ней было значительно больше магической энергии, чем в обычной, она никак не выделялась на фоне других высокосортных магических овощей. Однако Лаура забыла, что не все в этом мире могут регулярно питаться магическими овощами, как она. В конце концов, некоторые простолюдины не смогут съесть ни единого магического овоща за всю свою жизнь. Кун посмотрел на Лауру и сказала, «Мы должны как можно скорее объединиться с господином Чжао и его организацией. У нас есть хороший шанс, что господин Чжао в будущем будет иметь большой потенциал». Услышав это, Лаура растерянно посмотрела на Куна и спросила, «Дедушка Кун, что вы имеете в виду?» Кун посмотрел на Лауру и не мог не вздохнуть. «Девушка была еще слишком молодой, хотя и очень умной, но она еще не научилась рассматривать вещи в долгосрочной перспективе. Поэтому Кун объяснил, «Хотя я встречался с Чжао только один раз, я заметил некоторые вещи, например, о размере его территории пока ничего не известно, но уже сейчас можно утверждать, что земли там весьма плодородные и могут производить высококачественные магические овощи. К тому же, возможно, Чжао кто-то обидел, поэтому он и не может раскрыть свою личность. Также он избегает общаться с крупным бизнесом, поэтому пришел к нам». Лаура улыбнулась и кивнула. «Да, я тоже думаю, что Чжао не стал бы работать с нами, если бы этот кто-то не обидел его». Кун кивнул, «Чжао кажется очень умным человеком. Он знал, что работая с нами сможет гарантировать, как качество груза, так и рекламу. Поэтому и дал нам свою самую лучшую магическую редиску. Но малышка Лаура, вы также должны обратить внимание на вот какой момент. Он снабдил ею только нас, не став работать с кем-то еще. Причем до этого про такую качественную редиску никто раньше не слышал, а это значит, что если магические овощи не продавали, то их скорее всего просто съедали». Лаура улыбнулась и осталась совершенно спокойно. Со стороны казалось, что она наконец хоть немного поняла, о чем рассказывал старик. Кун посмотрел на реакцию Лауры и слегка улыбнулся. «Если человек питается магическими овощами, то его тело будет отличаться от тела обычного человека. Поэтому хотя у Чжао не так уж много подчиненных, они имеют доступ к огромному количеству высококачественной магической редьки, и могут есть ее когда захотят. Как вы думаете, сколько в настоящее время на этом континенте личных армий, воины которых могут регулярно питаться магическими овощами? Правильный ответ таких нет. Даже среди крупных аристократов, только самые лучшие из их частных солдат ежедневно получают магические овощи. Если солдаты Чжао уже сейчас получают такую поддержку, то что же нас ждет в будущем? Глаза Лауры просто сияли. Дедушка Кун, вы имеете в виду, что мистер Чжао будет становиться все более и более могущественным. Если это действительно так, то это может стать преимуществом и для нас. На что Кун с улыбкой сказал. Мы торговцы, они аристократы, поэтому нам лучше не лезть в их дела. Но это не значит, что мы как торговцы не можем вкладывать наши средства в аристократов. Когда нам выпадает возможность инвестировать в аристократа, мы должны это сделать. Ведь на следующий день, когда он поднимется, мы будем расти вместе с ним. Лаура кивнула. Дедушка Кун считает, что мистер Чжао достоин инвестирования. Тогда должны ли мы дать ему некие преимущества или льготы? Возможно, нам стоит обеспечить ему субсидирование? Кун покачал головой. Не стоит нам так поступать. Хотя мы единственные, кто контактирует с господином Чжао. Он уважающий себя и очень сильный человек. Иными словами, скорее всего, он очень высокомерный, поэтому воспримет предоставление субсидий, как подачку. Если мы сделаем так, то только заставим его почувствовать себя омерзительно по отношению к нам. Прямо сейчас мы должны работать с ним, как с обычным партнером. Но если он просит о помощи, давайте сразу же окажем ему поддержку. Мы должны вести себя привлекательно. Например, он проявил интерес к мясоперерабатывающих предприятиям. Я думаю, что именно этот вопрос мы должны поставить на повестку дня. Лаура кивнула. Завтра, приехав к поместью на Каменной горе, мы узнаем у господина Чжао сколько голубоглазых кроликов он сможет поставлять каждый месяц. И только после этого начнем контактировать с мясокомбинатами. Кун кивнул. Да, мы должны сначала узнать возможности Чжао, дабы затем сопоставить их с пропускной мощностью мясоперерабатывающей предприятий. Ведь это также станет одним из преимуществ господина Чжао. Лаура кивнула и повернулась, чтобы посмотреть на небо через окно. При этом тихо пробормотав, я очень надеюсь на эту возможность. Меня не заботит клан Марки или императорский трон. Но в будущем я не собираюсь заматываться в праздничную упаковку, чтобы меня могли повыгоднее продать. В этом году Лауре исполнится 18 лет. И хотя это не так сильно практиковалось в семье Марки, на континенте во всех уважаемых семьях, брак использовался, чтобы укрепить влияние и власть. Это практиковалось уже в течение нескольких тысяч лет и до сих пор не потеряло свою эффективность. Но даже так стоит признать, что когда две семьи сотрудничают, брак действительно сможет сыграть определенную роль, делая эти отношения еще более гармоничными. Сейчас Лаура считала себя ресурсом семьи Марки, ведь даже несмотря на бизнес-талант девушки, ее положение в семье было слишком слабым. Поэтому Лаура подозревала, что после того, как она достигнет 18 лет, семья Марки отдаст ее замуж, не считаясь мнением самой девушки. А она хотела, чтобы к ней ее родные относились как к самостоятельной личности, а не как к ценному ресурсу, который можно будет использоваться в браке. Но при этом она четко понимала, что только став сильнее, сможет достичь этого. А с грозной силой стоящей за ней люди из ее клана не посмели бы даже заикнуться о свадьбе. Кун понимал мысли Лауры. Она хотела делать большие достижения в бизнесе, но не имела средств или поддержки. В герцогстве Персел у нее не было хороших поставщиков, партнеров или сильного союзника. Эти факторы сильно замедляли ее прогресс. Поэтому, несмотря на весь ее ум, Лаура не могла расширять свое влияние в одиночку. Но с появлением Черного Мага Джа у нее появилась возможность изменить положение вещей. Возможность, которая могла бы стать ее силой. К тому, если они используют эту возможность, то в будущем семья Марки уже не сможет их контролировать. Несмотря на то, что отец Лауры не всегда мог уделить ей внимание, он на самом деле очень любил ее, Лауру. Поэтому, когда девушке исполнил Ницца 18 лет, он не станет вынуждать ее вступить в выгодный для клана брак. Кевин не был согласен с мнением семьи, потому что считал, что Лаура будет счастлива только если сама выберет свою судьбу. Сбежав в небольшое герцогство Персилл, Кевин уже не мог рассчитывать на получение любой помощи или поддержки от семьи Марки. Естественно, он также не имел права определять судьбу Лауры. Ведь для этого им нужна сила. Грозная сила. Иначе рано или поздно семья придет за Лаурой. Глава 128. Совпадение. Джа не знал, что уже на следующий день Лаура отправила к нему еще один караван. Он, как и планировал, вручив Грину одна тысяча золотых монет, послал его верхом на чешуйчатой антилопе Гну в город Коса. Поэтому сейчас любой, кто посмотрит на дорогу, ведущую к Каменной горе, будет сильно удивлен, потому что большинство людей будут ездить как минимум на магическом звере второго уровня, например, огненной лошади или лошади стремительного ветра. В то время как чешуйчатых антилоп Гну наиболее часто используют именно как вьючных животных, ведь они попросту не подходят для верховой езды, так как слишком медленные. К тому же большинство магов довольно сильно пеклись о своем статусе и никогда бы не позволили своим подчиненным ездить на низкоуровневых магических животных. Но у Джа были на это свои причины. Он хотел прорекламировать своих улучшенных чешуйчатых антилоп Гну. Ведь после того, как пространственная ферма усовершенствовала их, они стали более быстрыми, сильными и выносливыми, что делало их прекрасными ездовыми маунтами. После того, как чешуйчатые антилопы Гну претерпели изменения в пространственной ферме, их уже даже нельзя было сравнивать с обычными, и именно это Джа хотел доказать Лауре. Ведь именно она была тем единственным человеком, с которым он мог сотрудничать. И если Джа хочет добиться успеха в своих планах по развитию пастбищ, то он должен будет зависеть от Лауры и влияния семьи Марки. Личные отношения играют очень важную роль в бизнесе. Через силу обстоятельств Джа оказался в изгнанном клане Будда, что считался врагом всей империи Аксу. И теперь, если каким-то образом их личности будут выявлены, они умрут страшной смертью. Но сейчас, когда он известен как могущественный черный маг, люди опасаясь его мести не станут к нему лезть. Однако большинство торговцев тоже начнут избегать сотрудничества с черным магом. Грину потребовалось немного меньше двух дней, чтобы прибыть в город Коса. Стоит отметить, что после последней битвы, где Джа проявил всю свою боевую мощь, дорога была мирной. Никто не посмел причинить ему какой-либо вред. Но уже собираясь попасть в город, Коса Грин вдруг остановился, так как увидел знакомую карету, что принадлежала Лауре. Постояв так немного, он, сделав несколько вдохов и подойдя к Серхио, сказал «Приветствую, я являюсь слугой господина Джаа, пожалуйста, дайте мне возможность оказать почтение, мисс Лауре». К удивлению, Серхио Грин, выглядящий как аристократический воин, не был с ним груб, поэтому он слегка улыбнувшись ответил «Приветствую, пожалуйста, позвольте мне представить вас молодой леди». А затем он повернулся и постучал в стекло говоря «Госпожа Лаура, воин Гэн Джаа хочет поприветствовать вас». Услышав, Серхио Лаура растерялась, но быстро взяла себя в руки и открыв дверь подошла к Грин с улыбкой на лице «Что привело вас сегодня в город Коса?» Спросила она, на который Грин с почтительным тоном ответил «Мы установили масляные прессы, но у нас не хватает бочек и некоторых инструментов для их круглосуточной эксплуатации, поэтому господин Джаа послал меня позаботиться об этих проблемах». Выслушав Грина, Лаура все так же держа улыбку сказала «Не волнуйтесь, это не такая уж большая проблема, вам не стоит тратить на нее свое время, мои люди решат ее для вас». «Видите ли, я направляюсь к поместью на Каменной горе, чтобы встретиться с гном Джаа, поэтому я хотела бы попросить вас отправиться туда вместе со мной». Грин удивился и посмотрел на девушку. «Почему мисс Лаура хочет встретиться с Джаа?» Подумал он, а потом кивнув сказал «Я боюсь, что моя лошадь не сможет идти в ногу с вашими, это не проблема», сказала она, а затем повернувшись к Серхио продолжила «Отведите лошадь уважаемого воина обратно в магазин и предоставьте ему более быстрого скакуна». Грин почтительно кивнул и запрыгнул на своего нового маунта, после чего Лаура внезапно сказала «Отправляемся». На этот раз Лаура направилась к Каменной горе с целым караваном, так как хотела вернуться с редькой так быстро, насколько это возможно. Именно поэтому в торговые повозки запрягли не чешуйчатых антилоп гну, а магических зверей второго уровня, что выглядели как увеличенный вариант многоножки. Этот звер имел элементы земли, что означало, что он располагает гораздо большим запасом энергии, чем остальные звери. К тому же многоножки были довольно быстрыми. Лаура во что бы это ни стало должна была успеть воспользоваться высоким спросом на магическую редиску, ведь ею заинтересовались даже некоторые аристократы. Именно поэтому вместо медленных, но надежных и дешевых чешуйчатых антилоп гну она выбрала быстрых, выносливых, но крайне дорогих многоножек. Прим многоножки очень много ели, поэтому их содержание обходилось в довольно крупную сумму, к тому же эти насекомые были гораздо более мощным и могли тащить 10 тысяч джин редьки вместо обычных для гну 5 тысяч джин. Грин увидев, что караван тащит насекомые быстро пришел к выводу, что девушка хочет получить очень много редиски. Кроме того, лошадь на которой он ехал также явно была далеко не дешевой, так что если Лаура не станет забирать ее обратно, то они при помощи пространственной фермы смогут воспроизвести и улучшить ее. Глава 129. Магическая редиска. Грин никогда не имел дела с видеоиграми, так что он ничего не знал о цифровом мире, поэтому пространственная ферма Джаа основанная на игровых законах и правилах казалась ему очень странной. Но для Джаа не было ничего необычного в том, что животные, находясь в пространственном ранче, не имели половых различий, а появление новых особей больше всего походило на клонирование. Также к большому удивлению Грина, они прибыли к подножью Каменной горы всего за полдня. Это путешествие заставило его вздохнуть, наглядно продемонстрировав неравенство, уже улучшенных чешуйчатых антилоп гнуя лошадем чащееся быстрее ветра на которой он ехал. Несмотря на то, что Лаура привела довольно большой караван, она кроме кучеров и нескольких охранников больше никого с собой не взяла, даже Кун на этот раз не стал сопровождать ее. Но девушка отлично знала, что Джаа располагает весьма внушительным числом человекоподобной нежити, поэтому никаких проблем с погрузкой товара не будет. Попав во внутренний двор, ее карета остановилась, когда Джаа, сопровождаемый Мэг и Мерини вышел, чтобы приветствовать ее. В ответ Лаура как можно быстрее выпрыгнула из кареты и поклонившись, сказала господин Джаа, вы слишком вежливый, «Я совсем не стою того, чтобы вы лично выходили встречать меня», на что Джаа слегка улыбнувшись ответил, «Мисс Лаура, вы же теперь мой основной партнер, как я могу пренебречь вами?» И они все отправились в гостиную, примыкающую к заднему двору. «Ну так что, мисс Лаура, имеет ли дело, что привело сегодня вас сюда какое-либо отношение к магической редьке?» Сказал он, «Кажется, вы уже догадались причину моего сегодняшнего визита. Это потому, что я очень уверен в моей магической редьке», сказал он, а потом добавил, «Но я никогда не думал, что она окажется настолько популярной». Лаура не стала скрывать сложившуюся ситуацию в городе Коса, так что когда Джаа узнал о ней, то был потрясен тем эффектом, что вызвала его магическая редька. Разве магическую редиску можно использовать и так? Я никогда не думал об этом раньше, но возможно это какие-то ваши договоренности, мисс Лаура?» Лаура поспешно покачала головой и ответила, «А вам не кажется, что если бы мы так сделали, то просто-напросто разрушили бы нашу рекламу?» «Мисс Лаура, не нужно злиться», сказал Джаа и посмотрев на нее был весьма удивлен выражением на лице девушки. «Я просто сильно удивился, услышав просложившуюся ситуацию. Нет, я конечно же уверен в высоком качестве моих магических редисок, но разве это не слишком странно?» «Некоторые ведь могут расценить это как наркотик, что в конечном счете плохо скажется на вашем бизнесе. Нет, вряд ли, ваша магическая редиска высшего качества, и кроме того я планирую продавать ее отдельно от обычной, поэтому это не станет серьезной проблемой». Джаа сразу же понял ее цель, эти редиски станут новым брендом, что безусловно увеличит количество продаж всех товаров в магазине, так что такой ход безусловно принесет огромную прибыль обеим сторонам. Поэтому немного подумав он сказал «Но тогда у моих магических редисок должно быть совершенно новое имя». «Скажите Лаура как вы планируете их назвать?» Услышав его вопрос Лаура просто не могла не уставиться на него в ответ. Она поняла смысл сказанного Джаа, и могла только разевать рот пытаясь найти подходящие слова. Ее сильно шокировало насколько быстро Джаа придумал трюк с новым названием для его магической редиски, ведь с ним покупатели смогут отличать их продукцию от остальной, что позволит бренду прославиться намного быстрее. Но уже через несколько мгновений девушка взяла себя в руки и принужденно улыбнувшись сказала «Вы действительно очень жестоки, если вы и дальше будете так вести дела, то вскоре я могу остаться даже без еды». Джаа же со своей стороны показал легкую улыбку и ответил «Мисс Лаура, вы слишком вежливы, это правда, что я могу иметь несколько трюков в рукаве, но если мы говорим о бизнесе, то скажите сколько редиски вы хотите». Лаура чувствовала себя немного раздраженной, но все еще продолжала удерживать улыбку «Я планировала покупать 200 тысяч джин 1 джин 05 кг в месяц, но я не уверена, достаточно ли у вас товара ГНДжаа, будьте уверены, никаких проблем с таким количеством не возникнет, я даже могу обеспечить вам 400 тысяч джин в месяц, При этом гарантировав высокое качество товара, сказал он Джао высказал свою точку зрения, и она помогла Лауре сложить хорошие впечатления о его силе, но девушка не могла перестать думать о секретных техниках черного мага, которые он использовал, чтобы получить так много редиски. К тому же Лаура переживала о том, что редиска это сезонный овощ и Джао не сможет поставлять достаточное количество товара летом вы уверены, что действительно сможете предоставить мне достаточное количество редиски на протяжении многих месяцев. Хотя Джао был городским атаку, даже ему было совершенно ясно, что редиска растет только в определенный сезон, но имея в своем распоряжении пространственную ферму он мог об этом не беспокоиться, как я уже сказал прежде, я могу предоставить вам достаточное количество редиски ежемесячно даже в летом, а также гарантировать ее качество и вкус, отметил он. Выслушав его слова, Лаура могла только с облегчением вздохнуть, она хорошо знала, что консервированные овощи могут быть весьма опасными, но если все сделать правильно, то редиска может храниться в течение нескольких месяцев. Существовало даже несколько предприятий, что занимались исключительно консервированием овощей на зиму. Разумеется, такие овощи можно продавать и летом, но естественно, что их цена после всех технологических процессов возрастает, в то время как их вкус и свежесть теряются. По этим причинам Лаура никогда не занималась продажей редки летом, опасаясь, что она испортит имидж своего магазина. Но, видя уверенность Джао, она подумала, что он обладает подходящей для посадки землей, где можно выращивать определенные овощи круглый год. Что же касается Джао, то он не был уверен, о чем думает девушка, но на данный момент он был слишком счастлив, чтобы даже всерьез задуматься об этом. И хотя 200 000 Джередьки не сможет принести ему 10 000 золотых монет, он был уверен, что если он совместит ее с доходами от продажи масла, то с легкостью превзойдет указанную сумму. Кроме того, Лаура знала, что Джао не стал бы обманывать ее, особенно если дело касается его собственных продуктов. Но у нее все еще оставался один вопрос о количестве. Сколько голубоглазых кролики вы, Гэн Джао, сможете поставлять каждый месяц? Эта информация очень поможет при поиске оптовых покупателей, прямо спросила она. Глава 130. Это была хорошая новость, в особенности для Джао, ведь если учитывать территорию, что находилась под его контролем, то некоторые люди могут подумать, что ее недостаточно, но золото, текущее к нему, безусловно, сделает его счастливым. Кроме того, по его расчетам, он сможет производить 10 тысяч голубоглазых кроликов в месяц, и это еще не все, если кроликов выращенных в пространственном ранчо не хватит, он добавит животные из заброшенных шахт, безусловно, это повысит необходимый результат, вот почему он так тщательно подготавливал шахты железной горы. Но Джао не стал раскрывать перед Лаурой все свои карты в моей ферме, я могу производить 8 тысяч голубоглазых кроликов в месяц, не более он не стал объявлять общую численность в 10 тысяч, чтобы иметь некий запас на случай возникновения любых непредвиденных ситуаций. Услышав цифру, Лаура не сразу поверила своим ушам, но так как по сравнению с другими крупными предприятиями 8 тысяч это не так уж много, она успокоила себя тем, что черный маг просто открыл свою собственную ферму. Поэтому уже через несколько мгновений девушка сказала, пожалуйста, будьте уверены, я сделаю все возможные, чтобы найти покупателя, но также я хотела бы знать, есть ли у вас какие-либо специальные пожелания. Джао кивнул, да это так, я не желаю продавать кроличьи шкурки, на протяжении первых двух месяцев мне также понадобится обрабатывать их, чтобы изготовить кожаные одежды, не могли бы вы помочь мне с этим, озвученная просьба была как ведро холодной воды плеснутое на нее, а все потому, что она хорошо знала, что предприятия по переработке мяса получают часть доходов от продажи шкур животных, поэтому выполнить такое обещание будет довольно трудно. Но Джао заметил выражение ее лица и быстро добавил, естественно, будут проданы только 5000 кроликов, другие 3000 можно рассматривать как плату за снятую кожу. Лаура не ожидала такого ответа, поэтому немного растерялась, но быстро взяла себя в руки и сказала, но сэр, разве в этом случае вы не понесете значительный ущерб? Однако Джао улыбнулся и сказал все действительно так, но вы за первые три месяца привозите мне 1500 шкур кроликов, кроме того одежда из них также будет мне очень полезна. Вообщем это в любом случае позволит мне свести к минимуму все мои неудачи. На что Лаура ответила, как только улажу все формальность относительно текущей сделки, то сразу же выйду на людей, готовых заниматься вашими голубоглазыми кроликами. Но мне нужно знать сколько кроликов ежемесячно вы сможете предоставить? Улыбка Джао становилась все шире. В течение 10 дней будет подготовлено 3000 голубоглазых кроликов, а остальные 5000 будут представлены чуть позже. Где-то в конце этого месяца похоже, ваша ферма очень хорошо развивается. Хорошо, как только у меня появятся какие-либо новости, я сразу же сообщу вам. На что Джао очень вежливо, как никогда раньше ответил. Это все благодаря упорному труду, юная леди. Ведь вы уж точно должны знать, насколько сложно начать разводить огненную рыбу, имея только парочку маленьких рыбок. Лаура показала застенчивую улыбку. Вы слишком вежливы в последний раз, когда она приезжала сюда, то была в шоке, увидев полный бассейн огненной рыбы. При этом девушка четко осознавала, что это попросту невозможно. По сравнению с вашей неоценимой помощью, эта рыба практически ничего не стоит. Сэр, могу я спросить, как у вас обстоят с отжимом масла? Полюбопытствовала Лаура. Ха-ха, я допустил небольшую промашку. Не подготовил бочки, поэтому пришлось отложить производство. Рассказал Джао, на что пытаясь завоевать благосклонность черного мага, девушка ответила. Не волнуйтесь, через два дня мой караван доставит все, что нужно. Он хорошо знал ее намерения, но все же решил еще сильнее пробудить ее любопытство. В этом нет никакой необходимости. Когда придет время, я просто отправлю нескольких чешуйчатых антилоп гнув города коса, чтобы восполнить необходимые ресурсы и закупить новые семена. Услышав его ответ, девушка очень удивилась, но через мгновение сказала. Я даже не подозревала, что Гэнджао занимается выращиванием и других магических овощей. Если так, то я буду очень рада продавать их людям из города коса. Изначально Грин отправился в города коса, чтобы купить семена овощей, но вынужден был вернуться из-за сложившихся обстоятельств. Основной задачей старика была покупка как можно большего количества необычных магических семян первого уровня. Эти овощи по сравнению с магической редиской находились на грани между магическим овощами и обычными. В большинстве овощей, что попадают на рынок нет ни капли магии, ведь выращивать магические овощи довольно трудно. Их редкость во многом зависит от конкретной среды, необходимой для растений, и именно поэтому простые люди не могут получить их. Обычные фермеры никак не могли конкурировать с аристократами, так как практически все самые лучшие земли принадлежали знати. Но вдруг некая мысль всплыла у него в голове, и Джа, учитывая возможности Лауры, приобрести достаточно легко разнообразные семена, сказал, «Я хотел бы еще раз побеспокоить вас, мисс Лаура, видите ли, мне нужна ваша помощь с моей фермой». Эта проблема звучит довольно просто, но в реальности это не так. Мне довольно трудно приобрести необычные магические семена растений, поэтому не могли бы вы помочь мне с их покупкой. Все затраты будут покрыты за мой счет. Лаура ошеломленная данной просьбой смотрела на Джа. Многие люди хотели бы заполучить редкие семена растений, в особенности алхимики и фармацевты, но у них в основном имелся их собственный ботанический сад. Однако это не касалось черных магов, даже обычные маги не пользовались такими растениями. Понемногу девушка начала сомневаться, действительно ли Джа является черным магом, прим. Довольно странный фрагмент, ведь в одной из предыдущих глав нам рассказали, что именно черные маги создали некоторые довольно популярные лекарственные эликсиры и зелья. Глава 131. Обещание. Лаура задавалась вопросом, почему черный маг нуждается в каких-то магических растениях, и ее лучшим вариантом было просто спросить его напрямую, ведь ей все равно уже было нечего терять. А что вы собираетесь делать с этими магическими растениями? Количество таких семян на рынке довольно низкое, но я сделаю все возможные, чтобы предоставить вам столько, сколько смогу. В ответ Джи Джа слегка улыбнувшись сказал, я хочу, просто хочу создать свой собственный ботанический сад, но для него мне нужны самые разнообразные растения, поэтому чем больше семян, тем лучше на что девушка спокойно ответила, тогда я должна сделать некоторые приготовления, чтобы вы ничего не потеряли. Я верю в ваши способности, поэтому и прошу решить столь важный вопрос для меня. Вы все еще слишком вежливы, но это дело десятое, и вам не нужно искать помощи у других, вежливо ответила она. Надеюсь, в будущем у нас будет больше шансов сотрудничать, ведь как только мое ранчо будет полностью готово, там будут содержаться не только голубоглазые кролик, но и чешуйчатые антилопы гну или даже, возможно, какие-то более особенные высокоуровневые магические звери. К тому же, я также надеюсь, что мисс Лаура сможет создать свой собственный мясокомбинат, Ха-ха, с улыбкой сказал Джаа, на данный момент у меня нет таких планов, к тому же поскольку мясокомбинаты недостаточно прибыльны, мой клан никогда не имел опыта руководства ими, поэтому мы и не вмешивались в этот аспект. Мисс Лаура, я считаю, что ваш бизнес слишком ограничен гостиничной индустрией и продовольственными магазинами, вы должны разворачиваться в сторону всей отрасли, например, если вы создадите мясокомбинат, который будет обеспечиваться моим ранчо, то вы сможете получать высококачественные товары с мяса, а так как я буду продавать своих голубоглазых кроликов только вам, то это позволит создать еще один бренд, что значительно увеличит как мои, так и ваши доходы. Сердце Лауры начало бешено стучать, потому что то, что предложил Джа действительно было чрезвычайно хорошей идеей, мясо у выращиваемых им голубоглазых кроликов на самом деле было очень хорошим, но не только из-за его восхитительного вкуса, но и по причине наличия в нем намного большего количества магической энергии, чем в мясе обычного голубоглазого кролика. Поэтому если черный маг действительно сможет поставлять их в огромном количестве, то результат будет весьма положительным. Джа посмотрел на возбужденную Лауру и добавил, «На этот раз я отправил своего слугу в город косоверхом на чешуйчатой антилопе гну, не только чтобы решить некоторые вопросы, но и для того чтобы продемонстрировать вам мисс Лаура на что способен магический зверь прошедший мои процедуры и улучшения, по сравнению с обычными». В ответ Лаура показав легкую улыбку сказала, «Я верю вам, Гэнджа, поэтому, пожалуйста, будьте уверены, что после возвращения, я обязательно обсужу этот вопрос с членами моего клана. Ранее, когда мисс Лауру атаковали, я сильно беспокоился о вас, теперь же мы союзники, поэтому, пожалуйста, мисс Лаура, почувствуйте облегчение, если у вас есть какие-либо проблемы, то не стесняйтесь, приходите ко мне, я сделаю все возможные, чтобы помочь вам». После этих слов глаза Лауры на какой-то момент округлились, сначала она была заинтересована в Джао, потому что он спас ее, потом же, девушка хотела полагаться на силу и поддержку могущественного черного мага, но теперь все изменилось, он открыто признал, что она может рассчитывать на его помощь, а это действительно было очень важно, так как эксперты относились к сказанным ими словам, как к контрактам. Поэтому если он сказал, что сделает что-то, то уже ничто не остановит его от этого, так что уже сейчас девушка могла вздохнуть с облегчением. К тому же на этот раз она связалась именно с Джао, а Лаура была абсолютно уверена, что он умный и хороший человек. Лаура застыла с серьезным выражением лица, а потом произнесла, «Спасибо вам за эти добрые слова». Сказав, эта девушка почувствовала облегчение, но, пожалуйста, не будьте настолько вежливы со мной, это моя просьба, ваши запросы и мои заказы, в противном случае я бы не стал просить вас, чтобы справиться с таким множеством моих просьб. Мисс Лаура, пожалуйста, почувствуйте облегчение, а затем, если вы встретите какие-либо проблемы, которые вы не сможете решить, я сделаю все возможные, чтобы помочь вам, даже если вас будет преследовать эксперт девятого уровня, до тех пор, как вы сможете достичь каменной горы, я смогу гарантировать вашу безопасность. Лаура могла только хлопать глазами, она даже не думала, что он будет на самом деле столь хвостливо говорить, но ведь Джао должен знать, что эксперты девятого уровня весьма грозные существа, они уже стали легендами этого континента, и люди обычно называли их полубогами, то есть сильнее их только сам бог. И даже под угрозой стать врагом таких экспертов, Джао осмелился сказать, что он сможет гарантировать ее безопасность. Джао смотрел на выражение лица Лауры, и хорошо понимала, чем думает девушка. Он посмел сказать, что сможет гарантировать ее безопасность, потому что имел силу пространственной фермы, поэтому даже если такой эксперт действительно придет, то до тех пор, пока они смогут укрыться в ней, даже полубог не сможет их найти. Но в этом случае я могу лишь гарантировать вам безопасность, и никак не смогу вам помочь, потому к сожалению на данный момент попросту не смогу совладать с экспертом девятого уровня. По правде говоря, в моем распоряжении имеется одна уникальная вещь, которую мои предки передавали из поколения в поколение, и называется она свиток телепортации. Так что, если такая ситуация действительно возникнет, то вы воспользовавшись этим свитком сможете успешно сбежать, но вот куда он вас доставит я не знаю. Услышав это Лаура расслабилась, на континенте Арк действовательно существовала легенда о древнем маге. Она гласила, что этот маг был несравнимо силен, уже тогда в те времена, когда экспертов девятого уровня было несравнимо больше, чем сейчас. Они были истинными мастерами, что могли двигать горы, они были настолько сильны и несравнимы, что их стали называть богами времени. К сожалению, к настоящему времени от них в основном остались одни легенды, но правда некоторые особо древние кланы хранят некоторые из их легендарных артефактов. Эти артефакты на самом деле передаются из поколения в поколение, и один из них действительно назывался свитком телепортации. И этот свиток телепортации на самом деле существовал, ведь более ста лет назад бандиты и воры вторглись в склеп древнего мага и нашли его, но некий неизвестный сначала сразился с ними, а потом забрав свиток сбежал. Естественно бандиты и воры погнались за ним, но он разорвал этот свиток и исчез, дабы потом снова появился в лесу в тысячах километров от гробницы. Позже некоторые люди рассказали об этом удивительном побеге, а сам неизвестный стал знатным аристократом. Кроме того, из-за этого происшествия люди на континенте знали и уважали семью этого человека, но это уважение было основано на артефакте, созданном еще до потопа. С тех пор много наемных солдат и авантюристов, пожелав рискнуть, начали охотиться за древними магическими предметами невзирая на опасность. Лаура улыбнулась ему, не стоит даже упоминать, что теперь ей еще больше захотело узнать о статусе Джоа. Ведь древние магические предметы передаются из поколения в поколение только в самых больших семьях, то есть получается, что свиток телепортации является чьей-то семейной реликвией. Но что еще более важно, если он попал к Джоа именно таким способом, то какой же у черного мага титул? На самом же деле Джоа просто прочитала свитки телепортации в одной из своих книг, он никогда даже не думал, что будет использовать его как оправдание, но Лаура действительно неожиданно почувствовала себя спокойной, чем вызвала небольшой смешок у Джоа. Не волнуйтесь, если возникнут какие-либо серьезные проблемы, я сразу же обращусь за помощью к вам. Мое сокровище просто невероятно ценное, и если я буду вынужден воспользоваться им, то вам мисс Лора придется заплатить действительно огромную цену, сказал Джоа, не переставая улыбаться. Девушка быстро поняла смысл его слов, ведь поскольку такие предметы исключительно редкие, даже несмотря на то, что ей предложили защиту, черный маг давал ясно понять, что цена в любом случае должна быть уплачена. Он повернулся, чтобы посмотреть, какая погода снаружи, но затем медленно поворачиваясь к ней добавил, Мисс Лаура, обед готов, но после него вы должны вернуться домой, это не значит, что я не хочу видеть вас здесь, просто у меня слишком много секретов, которые я не позволил бы никому узнать, мне очень жаль, но ее это не волновало. Лаура прекрасно знала, что у всех есть свои секреты, можно сказать, что девушка даже была в восторге от того, что Джоа приоткрыл некоторые из них, но пождите обед, а ведь прошлый раз здесь подавали ее любимое блюдо огненную рыбу. Уверен, что сегодняшнюю огненную рыбу приготовили таким способом, который вы раньше никогда не видели, после чего девушка без колебаний последовала за Джоа в обеденный зал. Они пришли сюда, чтобы поесть, поэтому Мерине сразу же принесла им блюдо. Но на этот раз еда была довольно простой. На столе стояло жареное мясо кролика, некоторые зеленые овощи, корзинки с еще теплым хлебом, а в центре огненная рыба. Кстати, на этот раз ее действительно приготовили иначе. В прошлый раз от нее исходил голубоватый пар, сегодня же это было красное жаркое. К тому же, стоит заметить, что никто в этом мире еще не пробовал что-то подобное. Рыба с таким необычным вкусом готовится только здесь так, что вы никогда не найдете ее в любом другом месте. С гордостью сказал Джоа. Девушка с любопытством посмотрела на рыбку, прежде чем взять вилку, чтобы попробовать ее на вкус. Но как только она положила ее в рот, то почувствовала просто небесный, сладкий и нежный вкус. Глава 132. Происшествие. Когда Лаура начала есть огненную рыбу, то почувствовала особый вкус. Она никогда прежде не пробовала ничего подобного. Кроме того, она ощущала, что вся ее ротовая полость была полна этого вкуса. Деликатес был просто по-настоящему подавляющим. Лаура очень любила хорошую еду. Она попробовала практически все известные продукты питания на континенте. Однако вся эта хорошая еда не могла сравниться с тем, что предложил ей Джоа. В результате девушка начала чувствовать, что каждый раз, когда-когда она будет посещать Черного Мага, он обязательно будет преподносить ей какой-то приятный сюрприз. Джоа посмотрел счастливую Лауру и не мог не улыбнуться. Китайские деликатесы это не то, чему обычный человек мог бы противостоять. Хотя на континенте Арк существовало довольно много приправ, их разнообразие все-таки уступало земным. Поэтому всего пару аналогов помогли сделать вкус огненной рыбы просто невероятным. Через некоторое время Лаура отложила вилку и повернув голову, Джоа сказала, не могли бы вы дать мне рецепт этого блюда, ведь это самая совершенная еда, которую я когда-либо ела. На что Джоа с улыбкой ответил, не беспокойтесь о такой мелочи, после вашего ухода я подготовлю его для вас, а также вышлю некоторые из моих уникальных овощей. Извините за невежливость, хотя ваши овощи просто великолепны, но у вас нет хорошего вина, поэтому в следующий раз я принесу его с собой. Это заставило Джоа хмыкнуть. Ну, я надеюсь, что вы, мисс Лаура, могли бы научить меня некоторым способом изготовления вина. Лаура озадаченно посмотрела на него и спросила, вы действительно сможете управлять винокурней? Поверьте, это не так уж легко. Но Джоа лишь улыбнулся и сказал, это только идея для моего бизнеса. Видите ли, на моей территории есть горы, где растут только масляные деревья, поэтому я хотел посмотреть, смогу ли посадить вместо них фруктовые, ведь доход от продажи вина гораздо больше, чем от масла. На что Лаура нахмурила брови и сказала, сэр, боюсь, что это невозможно, поскольку земля под масляными деревьями довольно плоха, так что фруктовые деревья попросту не приживутся на ней. Джоа улыбнулся и сказал, я просто хочу попробовать, в любом случае, моя основная отрасль не строится вокруг этих деревьев, так что даже если мне не удаться, это не станет большой потерей. Лаура кивнула головой и сказала, ну, если так, то это не проблема, я могу достать рецепты приготовления вина и соответствующие инструменты для Гана Джоа. Вот и хорошо, в следующий раз мисс Лаура, мы сможем пить свое вино, так что не забывайте об этом. Лаура была очень довольна, поскольку она не только заполучила хороший рецепт пищи, но смогла углубить их сотрудничество. После обеда, Джоа помог людям Лауры с погрузкой редьки и девушка, взяв подарки, уехала. После того, как Лаура ушла, Джоа вернулся в гостиную, и с ним вдруг заговорил Грин. Молодой мастер, должны ли мы начать разводить кроликов в тоннелях шахты? В любом случае, в течение двух дней мы можем только кормить кроликов и ждать, пока мисс Лаура отправит нам инструменты для извлечения масла. Да, сейчас в наших руках много крольчат, и достаточно листьев редьки, чтобы прокормить их. К тому же завтра мы при помощи жернов начнем перерабатывать кукурузу. Грин кивнул и, посмотрев на Джоа, сказал, «Молодой господин, почему вы сказали юной леди, что сможете спрятать ее даже от экспертов девятого уровня?» Джоа понял, что Грин имел в виду. Пространственная ферма была их самым главным секретом, и если о ней узнают, то для клан Будда настанут еще более тяжкие времена. Но Джоа спокойно ответил, «Вы думаете, что Лауру на самом деле будет преследовать эксперт девятого уровня?» «Да, сейчас они еще большая редкость, нежели перо Феникса. Зачем кому-то из них не имеющая большого значения Лаура?» Грин согласился с доводом Джоа, но потом нахмурившись сказал, «Сейчас нет, но начав сотрудничать с вами молодой мастер, она начнет получать огромную прибыль, поэтому в будущем ее действительно может начать преследовать эксперт девятого уровня». На что Джоа с улыбкой ответил, «Расслабьтесь, дедушка Грин, думаю, к тому времени мы уже сможем полностью доверять Лауре». Грин все еще был озадачен, но решил быстро сменила тему молодой господин, «Почему вы хотите получить так много кроличьих шкур? Они настолько полезны?» «Я просто хочу к приходу зимы заготовить достаточное количество кроличьих шкур, так как она придет, температура сильно снизится, и рабам придется очень тяжело. К тому же, даже если мы запечатаем окна и двери, им все равно нужно будет, выходя на улицу, надевать что-нибудь, что не даст им замерзнуть». Грин улыбнулся и, покачав головой, сказав, «Я действительно забыл об этом, похоже, нам на самом деле нужно подготовиться, чтобы избежать подобного». Джоа слегка улыбнулся, но затем его лицо вдруг изменилось, и он, повернув голову к Грину и сказал, «Дедушка Грин, немедленно позовите бабушку Мерине и Мэг, у нас возникли очень больше проблемы в замке на Железной горе». Игрин, заметив изменение выражения Джоа, сразу же принялся исполнять приказ, в это же время в карете. Лауру съедало любопытство, она никак не могла понять личность или статус Джоа. Раньше девушка думала, что он был потомком большого аристократического рода, но его пренебрежения обычаями и семена показали обратные, хотя с другой стороны он все же на самом деле обладал легендарным свитком телепортации, так что Лаура оставалась в замешательстве и не могла найти правильный ответ. Но самое главное, было понятно, похоже, у Джоа были проблемы с деньгами. И хотя он заявил, что пошлет своих слуг на чешуйчатых антилопах Гну, чтобы показать ей качество своей продукции, девушка была уверена, что помимо этих зверей и нежити, у него больше не было никаких других ездовых животных, плюс все его животные и растения являются самыми низкоуровневыми на всем континенте. Кроме того, сам стиль его жизни был очень прост, а количество слуг весьма ограничено. Опираясь на все эти причины, Лаура пришла к выводу, что черный маг испытывает некие финансовые проблемы, но также девушка поняла, что Джоа умеет ценить деньги. Можно сказать, что в глазах Лауры, Джоа был противовесом браку, но его статус и стиль поведения все же вызывали несколько противоречий. Именно эти контрасты заставляли Лауру увидеть Джоа окутанного тайнами. Тем не менее, она решила сотрудничать с ним не из-за возможной прибыли или его могущества, а из-за его благородства. Лаура подумала о следующей возможности, которая состояла в том, что Джоа постепенно завоевывал ее уважение, чтобы построить мощное партнерство. Она видела экономическую ситуацию Джоа, но все же он делал деньги довольно медленно и стабильно, и при этом никогда не пользовался ее помощью, поэтому ее уважение к черному магу возросло еще больше. Неер сидела в стороне от Лары и, глядя на цветущий вид своей госпожи, просто не могла не спросить. Молодая госпожа думает о гниджаа, так значит то, что сказал дедушка Кун правда, вы действительно любите его. Лаура посмотрела на нее, а потом сказала чепуха. Я не знаю, что будет в будущем, но поскольку его бизнес только начался, то ему очень нужна наша финансовая помощь. Если бы он был обычным человеком, то не захотел бы сотрудничать лично с нами и заключил бы контракт со всем кланом Марки. Но что еще более важно, Джоа не стал использовать нас в своих интересах только для извлечения золота. Он предпочел создать взаимовыгодный союз, поэтому как ты видишь, мы оба в выигрыше. И я искренне восхищаюсь им, как личность и услышав это, неер была озадачена, но все же через некоторое время снова спросила, но разве он не принял от нас дорогой магический посох и мантию? Да что маленькая девочка, как ты может знать о причинах, почему этот джентльмен принял наши подарки? Возможно она заключалась в том, что он хотел дать нам почувствовать силу его доброжелательности, дабы потом в итоге мы могли работать на равных основаниях. А ведь учитывая стоимость тех вещей, что есть в его распоряжении, цена мантии и посоха для него практически ничтожна. Не рулыбнулся и все еще не понимая спросила, мне всегда было интересно, почему он так быстро принял подарки, но я думала, что это из-за его жадности или же более низкого статуса. Лаура посмотрела на Нер и показав легкую улыбку, произнесла глупости, он просто не может быть высокомерным, он может даже не быть младшим в большом клане, но он явно благородний многих знатных аристократов. Я никогда не сомневалась, что Гуэн, Джао на самом деле джентльмен. Похоже, что сегодня Нер увидела Джао в совершенно новом образе. Глава 133. Клан Персилл. Ранее Джао так и не сказал, что именно случилось в Черной Пустоши, но даже несмотря на это Грин четко выполнил его приказ, и как только все участники собрались в гостиной, Джао сразу же перенес их из себя в замок на Железной горе, и вот во дворе замка стояли четыре человека, готовые отразить любую атаку, но взглянув на свое окружение поняли, что крепость была такой же спокойной, как и раньше, простояв так несколько секунд Грин, озадаченно посмотрел на Джао и спросил молодой мастера, что собственно произошло, на что Джао спокойно ответил, извините, что сразу не объяснил, произошло вторжение в Черную Пустошь, в основном туда прибыли посланцы из разных аристократических семей, за пределами замка пять злоумышленников устроил бучу, четверо из них уже мертвы, а последний загнан в угол моей нежитью, мы просто не можем позволить им уйти, иначе нам придется бороться с тем, кто их послал, дедушка Грин, пожалуйста, принесите пятого сюда, после этих слов старик не колеблись ни секунды, отправился за пределы замка, Мерине же посмотрев на его исчезающую спину сказала, все-таки беда к нам пришла, и зачем же они так делают, на что Джао холодным голос ответил, они хотят нашей смерти, и не успокоятся до тех пор, пока не увидят ее, Грин довольно быстро вернулся, неся в руках чей-то черный и распухший труп, сила этого человека была не такой уж большой, где-то пять или шесть уровень, молодой мастер, он проглотил смертельный быстродействующий яд, как только увидел меня, посмотрев на тело Джао, кивнул с мрачным выражением лица, неужели он действительно думал, что смерть избавит его от меня, сказав это он взмахнул призрачным посохом, и черный туман сразу уже укутал труп, это было высокоуровневое заклинание черной магии, что называлась костяная темница, его суть заключалась в том, что поднятый не мертвый сохранит свою душу, а это значит, что он не потеряет свои воспоминания, труп ожил и поклонился, Джао же, со своей стороны, кивнул и спросил, кто ты и кто твои подчиненные, меня звали Инклайн, я был лидером пятьгу отряда, сюда меня и еще четырех человек отправил клан Персил, а сколько всего таких отрядов, и какова численность каждого из них, в общей сложности таких отрядов 10 по 50 человек в каждом, но два были уничтожены в битве возле каменной горы, так что осталось только 8, зачем ты и твои люди пришли сюда, задал следующий вопрос, Джао мы получили приказ провести разведку в черной пустоши, и узнать живы ли вы, а в случае, если вы все еще не мертвы, мы должны были немедленно вернуться и доложить обо всем, что узнали, Джао закинул нежить в пространственную ферму, а потом направился в гостиную, а в этот момент Рокхит и Блокхит как раз вернулись в замок и заметили сложившуюся ситуацию, поэтому никто и не осмелился действовать неразумно, подождав пока все соберутся в гостиной, Грин с мрачным выражением лица сказал, я не ожидал, что семья Персилла кажется настолько сильной, они потерпели сокрушительное поражение в битве возле каменной горы, но все же у них все еще очень много сильных солдат, на что Джао ответил, в этом нет ничего странно, ведь они правят своим герцогством уже на протяжении многих лет, но если они начнут обращать свое внимание на нас сейчас, то наша жизнь станет весьма хлопотной, Мерине же с абсолютно спокойным лицом сказала, я слышала, что у клана Персилл есть два эксперта девятого уровня, именно поэтому мы и сотрудничали с ними, это может быть и не странно, ведь даже нынешний король хотел вмешаться в наши дела, плюс давным-давно у клана Будда даже был договор со старым королем, согласно которому мы должны были проникнуть в их клан и помочь ему понемногу разрушить их, Джао был в шоке, он никак не ожидал, что цель его брака будет настолько злобной, но в то же время это известие его сильно озадачило, поэтому он и спросил, дедушка Грин, бабушка Мерине, согласно тому, что вы сказали, выходит, что у нашего клана были очень близкие отношения со старым королем, к тому же императорская семья участвует только в самых важных интригах, поэтому если бы мы не выбрали бы неправильную команду, то нас бы здесь не было, ведь так, однако имеет ли это какое-то значение сейчас, когда наш клан уже сослали в эти бесплодные земли, цвет лица Грина изменился и он словно стыдясь сказал, конечно же, имеет, поскольку нынешний король сел на престол, используя помощь старой знати, а до этого старый король всеми силам пытался избавиться от них, поэтому, чтобы взять реванш, старая знать убила короля и попыталась уничтожить всех его наиболее преданных слуг, так что, конечно же, они приложат максимум усилий, чтобы не позволить нам покинуть это место, Джао нахмурился, он никогда не думал, что ситуация сложится именно так, похоже, что эти аристократы действительно обладали некоторой властью и могли делать все, что они хотели, но в этот момент Мерине прервала его размышления, сегодня мы убили всех шпионов клана Персил, так что скорее всего они отправят в черную пустошь еще больше своих людей, Джао кивнул и сказал, кажется, из-за этой помолвки, они начали наблюдать за нашими передвижениями, плюс они также хотят увидеть, смогли ли мы пережить первую волну звериной нежити, возможно, если мы разорвем помолвку, то они оставят нас в покое, лучше сделать это как можно быстрее, чтобы отнять у них какой-либо предлог вмешаться в наши дела, Грин улыбнулся и ответил, этот брак не очень хорошая вещь, после того как мы оказались в беде, они не стали помогать нам, что не очень хорошо отразилось на их репутации, я не знаю какова их цель, однако она точно не может быть поверхностной, иначе зачем бы они следили за нами, если наш клан находится в таком плачевном состоянии, есть ли способ бороться с ними, и все остальные люди сидящие в гостиной практически одновременно подумали, что им придется совсем нелегко, если они действительно захотят противостоять клану Персил, вдруг Блокхит прервал наступившую тишину, сказав мастер, почему бы нам не отправить вашу нежить опустошать их земли, если мы сделаем так, то у клана Персил попросту не останется времени, чтобы заниматься нами, но прежде чем Джа смог ответить, Грин покачав головой сказал, нет, если они узнают, что мы пережили прорыв звериной нежити, а сами монстры после этого вышли за пределы черной пустоши, то они наверняка начнут подозревать, что наш молодой мастер как-то к этому причастен и сосредоточит на нас еще больше внимания, и комната вновь погрузилась в тишину, все старались найти подходящее решение, но вот нестерпев Мэг сказала, мы не сможем справиться с кланом Персил, если у них не случится какая-нибудь катастрофа, но сейчас это маловероятно, ведь в этом году погода и урожай были выдающимися, плюс никакое нашествие насекомых им в ближайшее время не грозит, но Джа неожиданно улыбнувшись сказал, дедушка Грин, а если на их склады с зерном действительно вдруг начнется настоящее нашествие насекомых, останется ли у клана Персил в Риме и на нас, и так, где же находится их основное зернохранилище, основное производство зерна в герцогстве Персил ведется на равнинах Лика, там очень плодородная земля, поэтому там же находится и довольно массивный амбар, который содержит достаточно зерна, чтобы накормить целое герцогство весь год, это зернохранилище действительно имеет очень большое значение, и Джа громко засмеялся ха-ха-ха нашествие насекомых ха-ха, мы действительно можем сделать это, давайте посмотрим, смогут ли они поддерживать порядок оставшись без еды, глава 134, нашествие вредителей, Грин был взволнован и озадачен, потому что он и другие члены клана Будо не знали всех способностей пространственной фермы, среди этих способностей были и те, что могли вызвать появление сорняков или насекомых, даже сам Джа чуть не забыл о них, так как он никогда не предполагал, что ему на самом деле придется использовать их, в компьютерной игре ферма эти способности рассматривались лишь как развлечение, и если бы Мэк не заговорила о них,